Новая школа и учителя, а главное новые одноклассники, с которыми у меня всегда было сложно найти общий язык. Напомню, о чем мы остановились. Мы прошли первый день, и сегодня нашему герою надо будет идти в школу. Как и большинство очкариков, наверное. Да, в школу. Я переселиваю себя и выбрался из теплой постели. В старую школу меня обычно провожал папа, но этим утром из родительской спали не доносилось ни звука. Неужели проспали? А ну и к лучшему. Не хотелось в первый же день прослыть папенькиным сынком. Наверное, родители лежат сейчас под одеялом и видят сны, где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны. Пусть и лживые. Чтобы никого не разбудить, особенно мирно спящую Олю, я прокрался на первый этаж. Ебать, блять, страшная хуйня. Я не про Олю, я про первый этаж. Старался наступать на середину половицы. Так я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступня попадет на щель между досками, считай, сгорел. Мазелов сгорел. Стрелки часов нарезали время. Стоит поторопиться. Скорее! Скорее! Слишком быстро. Я сделал круг по прихожей. Лава кипела в зазорах между половицами. Надо идти аккуратно. Выжить любой ценой. Пры-пры! Словно жаба по кочкам. Словно трусливый зайка в роще, кишащий волками. На кухне я сделал... Заткнись. На кухне я сделал бутерброд. С трудом протолкнул его в желудок и запил холодным чаем. Аппетит был, как у человека, идущего на гильотину. Я потопился и увидел, что правая ступня стоит сразу на двух досках. Сгорел. Я перестал ногу. Животе закопошились мерзкие змееныши. Страх перед тычками и гадкими прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Пора. Раннее утро было по-зимнему теплым. Мрак из домов здесь никогда не уходил до конца. Я долго зашнуровал ботинки, застегивал паховик на все пуговицы, до последнего оттягивал неприятный выход в полутьму, в тревожную неизвестность. Портёр очки на удачу. Хотя я не припомню случая, когда эти толстенные стекляшки принесли бы мне везение. Хай! Небо напоминало огромный кровоподтек. Я потёк. На востоке громоздилась и разбухала чёрная туча. Слизывала звёзды и гасила расцветное зарево. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи вскрики путались в зарослях. Я запрех одну дверь длинным ключом, который носил на шее. Родители обязали носить меня шнурок в петлю, опасаясь, что я растяпа, потеряю ключ. Ветер свистел за калиткой, приглашал в новую жизнь навстречу с сомнительным приключением. Чё это за хуйня, блядь? Чё это за ебень, блядь? Я подумал, что сейчас на меня бегут и будет скример. Не будто старый приятель увязался за мной, поталкивая спину. Тени сосен раскинулись, поглотив треть пустыря. На подходе к лесу я спрятал нос под воротник. Весь нахохлился, сутурился, вклиниваясь в просеку. Высокие деревья обступили тропинку. Под ногами шуршало снежное покрывало, а сверху ветви сплетались, образуя полог, отрезая меня от жалкого мерцания звёзд. Ночью не думала убираться из чищёба. В темноте деревья походили на косматых старух и пахли могильной землёй. Стволы превращались в потрескавшиеся морщинистые морды с ортами дуплами. Дуплами. Зазеваешься, и замшилые ведьмы утащат лесные дебри. Будут потом родители бродить по лесам, голосить. Антон! Антон! Гандон! Иди нахуй, гандон! Мёртвые не отвечают живым. А! Блядь! Юб! Или отвечают. Пизда, блядь. Паника разрасталась в груди. Я готов был явиться в школу, хоть и папа на руках, только бы не видеть, как тьма словно чёрное тесто поднимается в оврагах. Я обернулся. Показалось, что кто-то нырнул за кусты. Стоило мне ускорить шаг, как позади закрепил снег. Лев вздохнул гигантскими лёгкими и затрещал бурелом. Ветер, птицы, всё осталось в поле. Шум леса был единственным спутником. Я шёл. Вслушивался и всё сильнее ощущал незримое присутствие. Будто кто-то следовал за мной по пятам, стараясь попадать в такт моих шагов. Я оглянулся так резко, что хрустнула шея. ЩЕ! Узкая тропинка позади меня терялась в темноте. Сучья оберехлёстывались над нерукотворным тоннелем. Есть здесь кто? Вопрос сорвался с губ и растворился в несмокамом скрипе деревянных идолов. Этих древних сосен. Избрело мне в голову идти в лес одному? Наверное, съест пятил или... Кто-то нарочно выманил меня из дома. Даруя слабую надежду, вдали замовечили огни. Просёлочная дорога! Со всех ног я бросился туда, будто боялся, что тропинка сомкнётся. Когтистые лапы схватят меня за плечи, повернут и... Меня нагнут раком... И заставят сгнуть в лицо голодным обитателям леса. Но никто меня не задержал. Не веря в удачу, я буквально вылетел на трухлявый мост. Ручей. Студённый и чёрный. Будто смола омывала опоры. Я уперся ладонями в колени и из-под лобья глянул на лес. Фыркнул, выравнивая дыхание. Чечёба притворялся спящей, миролюбивой и неживой. Остальной путь пролегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями. Ой, бать прикольная деревня, да? Бля, я бы сейчас с удовольствием, кстати, этот... Съездил бы дня на два в такую деревеньку, чисто шашлычки поделать, там, дрова поколоть. Типа, с кайфом вообще. Я отогнал дурные мысли и постарался как можно быстрее перебегать от одного круга света к другому, под защиту электричества. Как в детской забаве, где первому нужно закричать, я в домике. Пятнашки, детская игра, участники, которые пытаются обитать друг к садим руки, тем самым передам другому игроку роль ведущего. Домиком выступает заранее говорённое место, типа песочница, место под детской куркой и т.п. Если у вас запрыгнёт игру, то это время будет в безопасности от ведущего. Есть! Блядь. Ха-ха-ха! Блядь. Только домики эти были хрупкими, а за их стенами непрерывно двигалась тьма. Опа, блядь. Сейчас меня собака схавает. Вдруг я заметил нечто до жути странное. Там, куда не доставал свет покосившегося фонаря, ожила и утробно зарычала сгромленная лохматая тень. Какая-то собака, блядь. Человека-собака. Её черты будто отторгали свет, а неестественная поза внушала страх. Я выпучил глаза и заморгал, чтобы прогнать наваждение. Ой. Но тень всё ещё была там и даже приблизилась. Ужас крутил мои кишки. Я попятился и чуть не упал в сугроб. Чуть уже выпрямился с вами срос и спросил ласковым голосом. Чего крадёшься? Чего ему красть холст? Так это женщина. Хай, герл. От удивления лишился дара речи. Кто может говорить со мной таким шёлковым глазком здесь, между лесом и дремлющим посёлком? Чего молчишь, несмышлёныш? Язык... У кого, блядь, живот урчит, суки? Слушай. А я тебе ещё и нос откушу. А может, хуйбу откусишь? Ха-ха-ха. Будешь знать, как совать его в чужие дела. Судя по голосу и фигуре, это была девочка. Но не успел я дёрнуть себя, дурак, испугался девчонке. Как различил под капюшоном распахнутый рот и что-то опасно блеснувшее в её широкой щели. Опа, блядь. Я обомлел. Так это маска, ёпта. Из пещеры капюшона на меня таращила, испугающая живая лисия морда. Так это маска, блядь. Только вот пасть её не шевелилась, а глаза не моргали. Ну маска, блядь, я же говорю. Обыкновенная девочка просто маску лисы напялила. Сейчас я её напялил. Ха-ха. Пошли вот этот дом, сейчас. У меня там друг живёт, погнали. Всё, короче, это мой краш. Хай. По крайней мере, блядь, что я сказал? По крайней мере, я хотел так думать. Как это случается после резкого испуга, я нервно заулыбался. А я просто в школу иду, а тут ты. Так, мне уже нравится её озвучка. Я, походу, это будет моя герла, наверное. Только я не фуриёб, я уже говорил. То, что мне нравится худенько, это вообще не важно. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит. У неё ещё озвучка, как у Наги Сирена, а мне нравится такая озвучка. Всё, это моё. Тихо, блядь. О, пёсик. Действительно, возле ног девочки-лисицы крутилась маленькая собачонка. Кажется, одна из дворняк, что угнались за мной вчера. Извини, я не хотел. Услышав мой голос, собака тяпкнула, прижала уши, а затем принюхивалась и завиляла хвостом. Наверное, от меня пахло колбасой, что я ел на завтрак. Кстати, это лиса, сейчас будет кушать мою колбасу на завтрак. Я смотрел то на моську, то на девочку. Она уже не казалась страшной, только странной. Значит, не хотел. Ну-ну. Как тебя зовут? Илюха. Илюха Мазелов, кстати. Илюха Мазелов, в РУ сегменте популярный стример, блогер, как Влад Савелев. Реально, если чё... Как говорит, не, у меня есть девушка, если чё, но ничего, она подвинется. Для такой, как ты, всегда есть место в моём сердце. Реально. Меня, Антон. А тебя? А меня нет. Сука, блядь. Тварь, блядь. Иди нахуй. Чудная какая-то. С приветом. Зато голос приятный. Вот, Отор... Оторэп сменилась радостью. Незнакомка явно была человеком, хоть и со странностями. А ещё немного злился на себя. Эта лисичка-сестричка гуляет в сумрике, как ни в чём не бывало. А я вздрагиваю от малейшего шороха. Глаза, кстати, у неё вообще не человечи. У, сука, блядь. Можно было идти дальше, но девочка раздразнила любопытство. В следующий раз спросит меня милиционер, взял ли я знакомство на месте. А я ему отвечу. Ага, с говорящей лисой. Ты здесь живёшь? В посёлке? Лисица хихикнула и заурчала. Крутонулась вокруг себя так, что подул в шубке и раздулся. Нет, глупый. Лисы не живут в посёлках. Хочешь сказать, ты живёшь в лесу? Из какой норы ты вылез? Из своей мамы. Её зовут Светлана. Или как её? Карина, блядь. А шо? Конечно. Лисам среди людей не выжить. Пока они лисы. Чувак. Шутки у неё тоже чудные. Как и карнавальная маска. Всего лишь попьём оше с наклеенным мехом. Собака напомнила о себе звонким лайм. Я стегнул клапан рюкзака. Папа иногда подбрасывал мне в рюкзак что-нибудь вкусное. Печенье или яблоко. Или даже мои любимые крабовые палочки. Говорит, мол, это тебе от зайчика. Гостейц от зайчика. Съедобное угощение, которое оставалось от рабочего беда или специально покупалось для детей. Обычно, за слов родителей, гостейц передавал зайчик. Но иногда это мог быть и другой зверь. Например, белочка или безвежонок. А! Спасибо. Дворняга, простительно облизываясь, засеменила ко мне. Лисичка явно чем-то угощала её. Но, видимо, не утолила собачий голод. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? Сука, блядская! На утренник идёшь? А! Опа. Всё, давай ёбался. Незнакомка встрепенулась, сбросив с носа серебристые снежинки. И будто стряхнул из себя человеческий облик. Превратившись в настоящего зверя. Хитрую, быструю и опасную лису. А! Зазеваешься, полетят клочки по заколочкам. Разорвёт, съест и не подавится. Я опешил и встал, словно загипнотизированный. Пока не услышал её приглушённый мелодичный смех, скрытый за образины зверя. Видел бы ты свою маску, сладенький. Кого? Сладенький, она сказала? Ну, это про меня, реально. Тут и засмущался, покраснёл до корней волос. Однажды мы с папой видели в зоосаде лису. Та была выленявшей, серой и тощей. А эта девчонка, огненная лисичка, пушистая, как в сказках. Я до сих пор шарил в рюкзаке. Пальцы, искавшие еду для собаки, нащупали что-то мягкое и скомканное. Ничего. Скоро проснутся настоящие звери. Ты про моих зрителей тиктокерских? Да не, они уже спать ушли, уже 11 почти. Спроси-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица? Тень девочки плясала в свете фонаря. Собака, будто соглашаясь, одобрительно тяпкнула. От неожиданности я выронил находку прямо в сугроб, толком не разглядев её. Холодный ветер тут же засыпал край снежной лунки. Собака, решив что это лакомство, бросилась на раскопки. Лиса лишь фыркнула. Я так оробел, что не знал, куда себя деть. За пределами электрического круга никак не расцветала. Тьма напротив будто бы сделалась сгуща. В её чернилах беспробудно дремали окрестные дома. Моя мама умерла. А я постарался продолжить разговор с удивительно странной незнакомкой. Так ты в школу идёшь? А! Ах, ну какой же дурачок! Лиза и баловы. Так ничего и не понял? Нет. Хе! Ой. Ну вот. Хотел подружиться, а она лишь зубы скалит. Скаля Милана. Ещё и обзывается. Всё-таки стала пройти мимо и не обращать внимания на чудачку с её глупой собакой. А ты чего обзываешься? Шлюха. Не хочешь отвечать? Пожалуйста. Никто не требует. Но что-то удерживало, притягивало к тёмной фигурке. Таинственный облик, томный голос, бархатисто-слагострасный линцовый. Я был заинтригован и взбудоражен. Я смотрел на неё, как смотрят на пожар. Вспомните моё ебалок, я на пожар смотрел. Ой, да не думайся. Гляди-ка лучше. Ты нравишься жульке. Кого? А. Собачонка разгребала снег, громко сопя и резво перебирая лапами. Лисица оглянулась на окна ближайшего дома и на бревенчатый фасад в дымке. Кончик её фальшивого носа блестел в свете фонаря. И не только ей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не понял. Я снова покраснул, как варёный ряк. Это про себя или про кого-то другого? Я надеялся, что в полном раке девочки не заметят моё смущение. прежде чем спросить я откажется а кому еще и нравлюсь я ждал считаю удары сердца лиса не ответила и и лукавый взгляд бегал по морозным рисункам чужих окон читал их как стеклянную книгу интересно что на вид ненгарских узорах дворяга закончила копошиться в снегу засеменила ко мне сжимают пасти находки варежка неужели это самое что я нашел в лесу что она здесь делает на прогрессе сразу пол что это всего лишь моя рукавичка может мама подсунула мне их пока я спал я тут же вспомнил о пропавшем мальчики и ты знаешь что-нибудь правову про братишки давля перед глазами встала картина сейчас чихнул бля не могу перед глазами встала картина пляжащие силуэты на пустыре танцы в ночь когда еще слова спасибо чат на них ну мальчик чья находка сулит небольшую награду и даже может спасти мою семью я вспомнил своде рождения когда родители обещали отвести меня с сестрой в париж в диснейленд вместо долгожданного подарка родители с нескрываемым смущением преподнесли мне обычный тетрис как это доплакал и требовал что меня взяли на обещанные аттракционы именно тогда мама с папой впервые поссорились мой каприз над ломил их отношения если бы я только мог все исправить собрать всех кого люблю отвести в диснейленд в ночь когда пропал вова я кажется видел как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном невероятно но и вас как будто стало еще и хитни леса словно принюхивалась а ты знаешь что ли ты шаришь шлюха ты там была блять а так ты плясала под окнами у меня тварь вот реально вписку не смогли найти на нг и танцевали на улице поля примысливая сестре грудную клетку сжали тиски и холодный пот сбежал в позвоночнику слушай меня внимательно мальчик по имени антон так это большой и страшный лес мой член медведю ванус в лес лисичка сделала грозный шаг вперед единственный его обитатель другие звери уже знают о тебе берегись нас этой ночью мы опять придем все же не стал знакомиться с этим словом тиском обличье в панике подумал я пока ты со своей семьей будешь спать подкрадёмся близко-близко и станцуем прикиньте они будут потом окном стоять техтоник танцевать блять не понял тварь блять я детектив меня не отпускает гулять так поздно здесь знаешь ли эти пропадает я потрогал пластиковую дужку очков а задачной глупой шуткой напугался до чертиков ой да не тереби ты окуляры свои да иди нахуй я раньше тоже были за рукой была а пизданута не была случайно а ты блять дура лучше послушай меня может быть ума наберешься шлюха плутовка она друг заговорила обижена девочка засмеялась слова серебряные колокольчики засмеяли у меня есть одно слово которое рифмуется с этим но его нельзя писать туши это за предка осуждают если ты ловкий и смелый не боишься с плутовкой водиться а сможешь разыскать мой хуй в моих штанах ты же не спроста его ищешь да я чё мне его искать его всегда наготовит я неопределенно поводил плечами ее прозорливость насторожила почему дети поводились соваться в наш лес почт порой там можно найти много всякого интересного а чё там я вот однажды нашла целый сугроб натуре реально сугроб конфет пытаться не понять а сама доверит то что говорит я снова улыбнулся но на этот раз не искренне посмотрите какой недоверчивый я просто так сиськи берет показывает просто футболку поднимают блять ой она протянула руку в меховые перчатки ладони лежала горсть разных сладостей в городе где когда-то жил то такие продавали на рынке или в киосках блять ларёк киоск уличный магазинчик контейнер широким ассортиментом от жвачки и водки до одежды и техники в россии такая торговля существовала до супермаркетов зачастую было связано с криминалом а яссай а лисичка прикинь вот она шла конфета в лесу а там вот прям вот прям за рядом с тобой там целый сугроб из фанты можешь пойти его съесть реально прикинь целый сугроб из фанты только что увидел иди блин попробуй пизда блять среди вкусных сокровищ я заметил свою любимую жвачку в яркой обертке знакомая надпись на фантике гласила turbo треугольная листья морда ткнула носом в мою сторону угощайся у меня их полные карманы я от незнакомых ничего не берут нет спасибо я мне не хотелось обижать первую знакомую которая сделала новом месте но и брать жвачку странной девочки не было желания вдруг она и правда сугробе нашла или это конфета сюрпризом из магазина приколов развернешь и она как стреляет у меня на сладкая аллергия зато зато у меня на тебя не аллергия подруга потому что ты не сладкая ты что руина блять идите нахуй я не буду жрать ее конфеты да я потом стану наркомат ну в целом да лиса присвистнула и ладони пустела конфеты куда-то подевались и заплавало в воздухе задумчиво ловя снежинки и новый год у вас правда раз в двенадцать месяцев есть мазелов она пошел по пальцу вспоминаю понедельники ага я заулыбался как все запущено вам бы юноша кило шоколада съесть против скуки и уныния ладно давай конфеты кто же ты такая спрашивать было глупо не ответил или соврет ужасно захотелось заглянуть под маску все больше казалось что по ней прячется совсем не маленькая девочка идите нахуй с им руины и хуесосы блядские идите нахуй я играю как я хочу я прохожу как я хочу идите в пизду реально заебали блять сидят сука хуесосы вы же по любому прохождение смотрели уже блять причем не один раз вы уже наверно сами играли и сидят ха 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 блять ты не взял блять в конфеты и тебе не дадут в рот типа идите нахуй я прохожу как я хочу мне похуй ха 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 может вова тоже нашел сугроб сладостей и теперь кувыркается в нем не вова порыкается с моей мамой слушай вдруг он решил остаться в лесу тогда наверное ему очень холодно в одной варежке но ты ведь я подхватываю слова как дым от костра и уносил в темноту дремучую чащобу деревья позади скрипели и скрежетали ветками костями или с ним что-то случилось в пути да что-то страшное да лес словно оживал от ее голоса прислушивался принюхивался точно любопытный зверь лиса отвечала таким же внимательным взглядом дикие звери это по твоему страшно ты слишком много знаешь блять как для человека в маске лисы ну не знаю ты должна сейчас просто стоять блять раздавать бумажки я взял твою бумажку и пошел дальше хули ты доебалась не знаю уж не с двоечником ли я подружилась боже что забрать у меня первый рабочий день сегодня слово двоечник мне не понравилось а вот подружились даже очень я хорошист а ты меня приглашаешь пойти в лес а не хочешь ли ты пойти со мной нахуй дура конечно конечно да 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 мне также дядя говорю когда в машину я тоже конфетами блять заманивал кстати вот только что чат поздравляю вас вы увидели кто в чате если бы мы каком дядя рандомные из тачки предложил бы конфеты они бы сели бы к нему в машину вот пожалуйста блять долбоебов спалились вас родители учили никогда ничего из рук незнакомцев не брать и сразу прыгают в кузов пиздец увижу внутри что-то тревожно заворот заворачалась или заворачивалась лучше уходи посоветовавший поток я тебе не верю да и пожалуйста никогда никто не верит голос и незнакомки чувствовался обида пойди пойми наиграно или нет и с отвернулась будто я мигом перестал ее интересовать вспомнилась папина любимая фраза где твои манеры а ведь и сайф правда была ко мне добра не обижайся пожалуйста лисы бывают и добрыми ну как в сказках мне бы только понять что ты за леса девочка мелодично хихикнула прикрыв руками нос маски без маски тогда пойдем со мной в лидер нахуй спасибо чё ну не сейчас а когда рассветёт а то тебя бедного всего аж потрёхивает я с тобой никуда не пойду блять то выглядите кандрашка хватит кандрашок это можно давай услышав это собака согласно гавкнула и бросилась возиться с варежкой спасибо чат спасибо я нагнулся чтобы подобрать чуть было не сбежавший от меня рукавицу ну если тебе по пути то нахуй иди мы двинулись навстречу школе потерявшемуся рассвету тут и там в окнах домов загорались огни слонных обитателей подавали нам неведомые сигналы за штормами ликали силуэты изредка лаяли дворовые псы из труб ввелся серый дымок на кухне мы умнели телевизоры звенела посуда мы смотрели как неохотно просыпается поселок а сами осторожно шагали по заснеженным колеям я шел по левой она по правой а собака плелась за нами следом я ждал что лиса продолжит свои чудные разговоры но она все в дорогу молчала словно играла самой в какую-то ведомую ей одну игру лишь изредка плотовка хихикала когда собака нелепо чихала от падающих нос и снежинок кто я кто я собака блять я первым нарушу молчание так как тебя зовут а ну конечно имена 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 людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд сын шлюхи 13 даже не знаю но я читал про лесу по имени алиса ну ладно и не поймешь учета или серьезно я оглянулся словно искал подсказки у собаки у темного неба без проблеска заре мои немые вопросы оставались без ответа и бать охойная школа стоит куриц это говнористая впереди уже вырисовывалась школа кирпичная коробка застрявшая в нескончаемый начать свет и окон не сулю ничего хорошего к деревья часовые охраняли пришкольный участок это мне блять сука стоит потеряйтесь нахуй щеглы крик детский смех и чей-то свист разорвали тишину мы ходили сюда с мамой как только приехали в поселок и тогда школа казалась уютной пустые коридоры пахнущие полиролью пушистый снег снаружи второй раз я пришел один со учебниками и все пытался представить ровестиков скатывающихся по перилам малышей бегущих в библиотеку и учителей важно вышагивающих по коридору на пороге в нахлобученных на затолке шапках и спортивных штанах курили старшеклассники их вид развел мои представления о школьном уюте колючие глаза и желтые от никотина зубы кривые усмешки все это вгоняло в тоску равную помощи хмурому зимнему утру грузившись мысли я совсем забыл про попутчицу после уроков жду тебя на заднем дворе возле кого нет я нажимаю на мужика еще я поколебался и хочется и колется говорит мама когда никак не мог решиться мысли о маме помогла ответьте я после школы сразу домой другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками и вцепятся клещами не оторвешь бреда едино все-таки не маска все-таки не маска это все таки и реально ебало она же зевнула и было видно что это ебло так что она все-таки лиса блять пиздец она мутант лиса разинула пасть широком зерки что еще за трюк такой чего тот из пробегавших вдалеке ребят выкрытнул мое имя я машина набернулся на крик пулять увеситый снежок пролетел в полу ветра этого плеча я сделал собаку жалобно тяфнув дворняжка припустила в сторону ручья только хвост мелькнул темнота пожирала ее блять но не работает и лисичка пропала без следа растворилась в морозном воздухе а может в тень мую спряталась глубоко вздохнув одвился к школе запаху котлет в тесте клющимся на снег свету мы в Субтитры сделал DimaTorzok О, кот, привет Привет, кот Чек дата Артура? Сейчас, у меня просто дата все свернуты Или я разлился на Тоху и записал на него дис, чекай А, я разлился на Тоху и записал на него дис Блин, Артур, ну я играю, дружище Сейчас? Реально сейчас, Артур? Я же играю Блин, дайте, пожалуйста, Фердсфилу випку Я его вообще в чате не вижу Привет, кот А ты че пришел? Ты ко мне? Ты пришел нежничать ко мне, да? Кот соскучился, видимо Как его зовут? Это Завертин Ну, ложись, ладно, на ножки Сейчас я ноги нормально поставлю Все, ложись, если тебе хочется Так Давай, ладно, Артур Те, кто быстро че там на Тоху сделал История оф Т2Х2 А тебя сожрет дурак Всем привет Всем привет Ха-ха-ха Я Дора Ты дурак, блядь Я есть сериграф Тураки Мамам было трудно, но я скрывал На тоху-поху На тоху-поху На тоху-поху Слышишь, брат, на тоху-поху На тоху-поху На тоху-поху На тоху-поху Слышишь, блядь, на тоху-поху Взрослый мужик, молодец Дядя купил себе спиннер Тебе пожелали фату И ты вернул прям на стриме Ты живешь на хате с мамой Это очень странно, малый Какой ты малый, как в кружочке Полный колонн Тоха охуевший челс, пиздел Он чужой успех, наху-поху Он всех вертел, но маловат Его размер, тоха охуевший Челс, пиздел, он чужой Успех, наху-поху Он всех вертел, но маловат Его размер, тоха хуже Лоха, и стерил там номер Бля, Артур, ты ебнутый, реально Блядь, объясни мне, что тебе сподвигло это сделать? Вот реально, блядь, Артур, ты ебанутый Просто вот, блядь, как это может в голову прийти? Чисто, блядь, взял? Ну а че? Да че он сделал, блядь, да че не сделал же? Оху, ты на светушку, как мама Было трудно, но я... Че он, детей... А че он на детей, на меня в тик-токе? Так а че ты хотел? Только хайповый Бля, фельдш Опа, тихо Всем привет! Было трудно, но я спрогал Короче, я понял, ладно Артур, это, честно тебе скажу, это очень сильно То есть, я даже не буду пиздеть, это очень сильно, Артур Это очень хорошо, без шуток Все, ладно, Артур, мы дальше играть Спасибо тебе большое за дисс Дисс, топчик, спасибо Неподалеку, взобравшись передним колесом на затянутой головетецей бордюр Разместилась новенькая волка Черная, как сажа Словно сбежала из папиной страшилки Непита страшилки Что он любил рассказывать на чердаке в грозу Помню, как он грустно улыбнулся, приплюдая воронок, похищающий маленьких детей Отец говорил У него словно внутри катафалка, в окошке салона маячат белые шторки А в номере стоят буквы SSD Знаешь, что это значит? Смерть советским детям Да нет, тут заверьте, да, блядь, он ушел Он на кровати Смешно, я ведь тоже родился в Советском Союзе Чего, блядь, осуждаю? Интересно, че это гнездо? Может сороки-воровки? Может не пятострашилки? Может ходилки-бродилки? Да, наверняка в нем полно всякой блестящих Блестящие всячины Ой Цветные стекляшки, лимонадные пробки, отполированные монеты Или детские брекеты Пусокий мужчина курил, пуская клубы и дыма по ветру Но учителя не похож Или может физрук? Я осторожно осмотрел его лицо, будто высеченное из гранита Зайчью губу над тлеющей сигаретой Мужчина поигрывал брелоками и внимательно смотрел на меня Огонек оторжался в глубоко посаженных глазах Я потупился Взор громилы лениво отклеился от меня и устремился на дорогу Какой-то хуесос на меня посмотрел Надо бы запомнить, что это за чел, блядь Он сто процентов не с просаду стоял Толпа голодящих старших классиков с шапками на бекрень Таким лучше на глаза не попадаться Ты заткнись Погнали За дверями приглушены звучали голоса Мигали лампы Тьма ползла мимо окон и казалось, что школа плывет в открытом космосе Как заблудившийся звездолет Так, что у нас сегодня Поднявшись на второй этаж, я заметил толпу расписания Все что-то оживленно обсуждали Я подошел поближе через стены рюкзаков и спин Сумел разглядеть то, что вызвало такой живой интерес Слева от расписания к стеклу было приклеено объявление, отпечатанное на принтере листок Вова Внимание, пропал ребенок, матюхин Вова, 10 лет Ученик 4-го класса 5 января примерно в 16.00 ушел из дома и не вернулся Последний раз замечен на мосту через реку Альшанку Был одет в оранжевую куртку с капюшоном Вязаную черную шапку, шарф и серые варежки с зелеными волосами Присевок иметь пластмассовый автомат О, блядь Осовые предметы Рост 142, худощавое телосложение, волосы русые, глаза зеленые Все, кто может сообщить информацию о местонахождении Вовы, просьба звонить Вова Матюхин, так его звали 4-й класс Из деревьев отпечатки Вова был мертвецом с черным ртом и темными провалами глаз Может, это живущий в чешеве мрак питался в его поры и извечил лицо? Пластиковый автомат не защитил от шепота ветвей и воющего ветра Воющего, блядь Пустые глаза исчезнущего школьника сверлили меня, будто молили о чем-то Не выдержав взгляда, я отвернулся и поспешил к окну Уселся на подоконник Этаж постепенно заполнялся детьми Они собирались с группками по несколько человек На меня никто не обратил внимания В сумерках у туалета детские голоса чеканили считалочку Для медведя, для лисы Зайчик кушать принеси Я пырнул голову в их сторону, приглядываясь к фигурам Но тут мое внимание отвлекло громкое цоканье По коридору, гордо задрав подбородок, продефилировала учительница Коблуки стучали о пол, как копытца Ха-ха, корова Лё-ка-ка-хай Хай, гэрл, это мне? Лё-ка-ка-хай Хай И вторили шаги девочки, которые держались рядом Смотри, это моя кста Очень важная Она оставилась, чтобы шепнуть на ухо однокласснице какой-то секрет Староста, наверное Вон ей выручают классный журнал Екатерина, возьми, пожалуйста Катюха, хай Учительница открыла кабинетную дверь И толпа, галдя и толкаясь, повалила внутрь Фу, бля, чё за чего, нахуй? Пиздец, ебать, грибник Ебать, у тебя коросты наебали, чеал Среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с прыща в лицо До странности напоминавшая гранат Недоброе предчувствие зашевелило волоски на вам за грифки Встречал я же ребят с такими бегающими глазами и таким каркающим смехом Девочка, похожая на учительницу, её уменьшенная копия Предостерегла толстяка жестом и по расчищенной тропке вошла в кабинет Какой-то паренек замешкался в проходе и рыжий тут же пихнул его Тупой речь ему дело Ля, ну ты, ну всё, чел, сейчас я тебе буду тебя пиздить Сразу видно какой-то урод, который выёбывается в классе Надо ему набить ебало Ха-ха-ха Мальчик полетел, размахивая руками в попытке сохранить равновесие Толстяк разбиялся, противный гокот подхватил несколько человек в его окружении Они хохотали, словно щелкали ножницами, большими страшными садовыми ножницами Кабинет засосал детей Я засосал Алису Коридор опустил Мне захотелось вырасти в подоконник Кто-то членом прыгал по снегу, что это такое, блять? За окнами редкие фонари боролись с темнотой Барахтались, как флуоресцирующие рыбы в чёрном океане А что, если сейчас убежать? Выйти туда и раствориться во мраке? Я представил, как бегу по снегу, как он скрипит под моими ногами И с каждым шагом я всё легче, всё невесомей А-а-а Тереть звонка взорвало видение Я с неохотой отлип от окна Потом несколько раз глубоко вздохнул Чтоб хоть немного усмирить разбавшавшийся пульс И вошёл в класс Сас Блять, вот эти надписи Классная работа, сука, меня сейчас так флэшбэкнуло И вошёл в Алису, да Сас Меня так флэшбэкает, блять, с этих портретов С этой хуйни, ебать Чё вы плюс ставите? Вы сами в школу уходите, блять Сидят в плюсы ставят Вам завтра в школу Плюс-плюс, конечно Я последний раз в школе был Блять, когда я был в школе последний раз? Три плюс четыре Семь лет назад В одиннадцатом классе А вот эту хуйню я видел в началке То есть это ещё минус пять лет То есть тринадцать лет назад Я последний раз плюс-минус видел вот такую хуйню Пиздец, блять Я такой старый дохуй Чё про научительница смирила меня раздражённым взглядом поверх очков Я новенький Мне вот сказали к вам подойти И? Заснеженная лесная тропинка билась перед глазами Вовсе не хищно, а умиротворённо шуршали сосны Хм... Громче говори Чего мямлишь? Петров Хм... Нет такого Не понял А долго и тяжело смотрела на меня Точно пыталась улечить в обмане Бля, у меня есть такая теория Что моего персонажа на самом деле не существует, блять Ну типа, ну не знаю Потому что меня то нету в списках, блять То я жру таблетки То ещё какая-то хуйня То есть типа, ну Короче, то что он нездоров, это точно Но что-то с ним не так, типа То есть с ним постоянно какая-то хуйня происходит Как с Франкбол Хотелось просто чисто сквозь линолю Слева наблюдали размытые лица Класс дышал, фыркал единым организмом Как опасный зверь Ты не ошибся? Нет Нет такого в списке Предательски дрожали колени и кружилась голова Я сжал кулаки так, что костяшки побелели Мне сказали 204 кабинет Лилия Павловна, 6-й В Кажется, класс принял мои слова за подобие шутки Разразился хохотом Что за бардак? А чё вы ржёте, сука? Шум резко стих Класс припрятал с мешки для более удобного момента Понаберут студентов А чё смешно, блять? Чё такого, 6-й В, чё? Только знает, что губяки свои малевать А я разгребай, значит А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже Какая-то подозрительная хуйня Кто вообще будет ржать, блять? На том, что он сказал, типа Я в 6-м В Чё они ржут, блять? Что смешного? Подозрительная хуйня, пиздец Подожди здесь Сейчас Давай Сейчас я им устрою Давай, давай Ебать, кстати Ебать неловкая хуйня, пиздец Типа Стоять перед всеми Ебать неловкая хуйня, блять Вообще Учительница же ушла, пиздец неловко Учительница принеслась мимо, зловно бормоча А я остался один посреди класса Будто приговоренный к расстрелу Перестроим автоматчиков Я потупился, чувствуя на себе глумливые взгляды Они трогали, щипали Скользили по коже лазерными прицелами Опа, блять Ебать И начинается игра от первого лица От третьего Вновь пристал, как бегу далеко-далеко отсюда Наперекор холодному ветру Взмываю над соснами в прыжке И никого нет вокруг Только попутный ветер В глазах одноклассников читал с немой вопрос Этот новенький он наш или чужак? Кто-то что-то еле процедил И по кабинету прокатился сдавленный смех Доску вытри Мне кто-то меня пизданул, сушь хуйсос Сейчас выйдешь отсюда Легко было понять, кто тут главный юморист Эй, очкарик Сука, я бы просто подошел бы нахуй Начал бы ссать, бы наебало Ха-ха Ты че? Не только слепой, но еще и глухой? Доску вытри, говорю Ебало, заткни свою, сука Прыщавая, чего Бразь, паскуда, тварь Теперь тряслись не только колени Все тело било мелкой дрожью И я молился, чтобы ченицы вернулась поскорее Высшие силы услышали мои просьбы Помогите Ну что мне с тобой делать-то, а? Помочь Куда сажать, а? В тюрягу Давай-ка сядь, наверное, с Семеном Кем? Он все равно один Еще чего Блять, с этим хуйсосом? Боже, Брэд Там вся где мастер-тиновый, друзья, рюкзак на соседний стул Почесал брюхо и ухмыльнулся Ты опять за старое Боже, я не буду сидеть с этим хуйлом Это же Брэд Это даже не Ор Снова бабушку в школу вызывать А че, мамки нет? Ну а, на, на работу Класс притих А че она мне сделает? Не она, так я тебе сделаю Рюкзак убрал быстро Семен не шелохнулся Со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателя Достиния Нужно было что-то сделать, как-то выкручиваться Спасать положение Я... Я прочистил горло и продолжил сдавленным, но не своим голосом Я могу за последнюю парту сесть Там, кажется, свободно Учительница громко засопила Посмотрела на меня На Семена Затем снова на меня Ладно Фух, бля Хорошо, что не с этим хуесосом съесть Сохранишь, пожалуй А с тобой, Бабурин? Кто, бля, Бабурин? Почему? Блядь, че? Че, за счет рот открывается Бабурин, блядь? Чтобы подошел после уроков Будешь по классу дежурить, ясно? Я, кстати, пожилой Бабурин Ха-ха Семен криво улыбнулся Сочные прыщи зрели на кончике его носа Вкуснятина Я пошел до Одериба испоткнуться И стать причиной нового всплеска веселья Сел сзади, за самую последнюю парту На которой грудой валялись старые плакаты Места для изгоев заняты Можно приступать Вот и хорошо Начнем урок Давай Тема Традиции русской и мировой литературы В рассказе Зощенко Не надо брать Блядь Че палишь? Толстяка вернулся ко мне Взгляд он усилил долгие дни Недели Месяцы издевок и тычков Я тебя запомнил Говорили эти воднистые глаза Вот хуесос, бля Охуенно, бля Уже пару роков спустя Я увел в своей тетради Растекавшийся амебой Желтоватый плевок Позже в столовой Семен вроде бы случайно Наблил меня компотом А может я не буду терпеть И пойду ему в таблет Выпишу, нет? Компот! Десерта, напиток, сварный Спецфук, брудов и ягод А? А выходя из туалета Он так тряхнул мокрыми руками Что морозь попала мне в лицо Перед последним уроком Семен вдруг толкнул меня В толпу воркующих одноклассниц Ох ты, блядь, я хуй Спасибо, Семен Ты мой лучший друг теперь Куда летим? А Они с рукой не расступились А я не удержався Скнулся лицом в грудь Той важной девочке Которую раньше принял за старосту Это я, Катюх Здарова Я тут же отплянулся, сгорается-то Прости, ты в порядке Я Неожиданно она подбоченивалась Нет, ну вы посмотрите на него Че? Облапал меня прямо у всех на глаза Да, да, я Ха Да это, блядь, не я Меня толкнули Ты же видела Я сейчас все маме расскажу Мне похуй Тебя из школы выгонит Извращенец А нехуй свои, блин Сиськи направо-налево, блядь Понятно В ее глазах было какое-то садистское веселье Словно во взгляде ребенка Подносящего горячую спичку К беззащитному майскому жуку Я нечаянно Меня толкнули Все видели Слепых среди нас У, сука Может, ты этому прыщал ему, блядь, еще Может, еще с ним встречаешься, блядь Она усталась на мои очки И радостно осклабилась Ха-ха Я раскипела в груди Но, говорит, Семен, охладил мой пыл Толкнули? Че, правда? Мы сейчас с тобой еще поговорим, хуйло Он подошел вальяжно Окутывая запахом семечек И гнил их зубов А затем резко сбил меня с ног Все, пиздец, опять терпеть Заебало Ехал, блядь Вот так, да? И че ты сделаешь? Сейчас меня выебут, походу Хулиган нависал надо мной И всем своим видом, как бы говоря Ну, давай, ударь меня, попробуй Да на, стерпеть Иди ты нахуй, на, блядь Слушай, ты В горле пересохло А губы не слушались И голос мой походил скорее на сдавленный писк Семен из девайска и улыбнулся Зубы зачет, ваще Давай, давай, продолжай, очкарик Ебаш его, нахуй Еще примок-то? Нам всем очень интересно Если еще хоть раз меня тронешь Семен медленно оттоприл палец И ткнул меня в лоб На тронул и че Да ударь Еще хоть раз Да бей его, блядь Транул А вот еще Блядь, пиздец Ебаный нахуй И еще И еще И еще Сука И еще Он тыкал пальцем с такой силой, что моя голова отлетала назад Только бы не расплакаться Иначе труба Ну давай уже, ебаш В глазах помутилось Я рванулся вперед, так что подошвы отклеились от пола И махнул наугад кулаком На, блядь, жри говно, хуй сос Картина, открывшаяся моему взору, была прекрасной и ужасающей одновременно Семен держался с разрушивленной ухой и изумленно моргал Неужели я был первым, кто взбалтовался против его абсолютной власти? Стопэ Эна Да иди ты нахуй, сука, черви, блядь Надо было убежать, но меня поступили его дружки Лилия Павловна А, да, конечно Шлюха Лилия Павловна Петров Бабурину ударил Сейчас еще ударюсь, не разойдешь, блядь Не уйдешь отсюда, тварь Щеки Семена стали еще краснее, а прыщи побелели, словно головки личинок Но на губах промелькнула ухмылка, замеченная лишь в этом стаде врага Он подошел вплотную Обдал кариозной вонью Тебе Пиздец Ха-ха-ха-ха Ой Голос у него был злым и опасным Точно кастрюли с бурлящим жиром, с которой сорвало крышку Я ждал удара Считал толчки сердца и гадал, куда угодит кулак Сволочное сплетение В челюсть В нос А он просто развернулся и ушел Ха-ха, терпила, дурак Все, это победа Боже, как же я его жестко Видали, чат? Я открыл альтернативное прохождение Боже, какой же я крутой Мысль холодная, трезвая и удивительно спокойная вспыхнула в голове Сегодня меня убьют Бля После занятия я специально задержался подольше в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми Семен не появился на последнем уроке И это вселяло надежду Вдруг он решил сбежать дежурства и смотался домой, забыв обо мне Как смертник, узнавшись, что казнь откладывается на день Я облегченно выдохнул Но не позволился я забыть его тон Мстительный взгляд И наэлектризованную, пугающую ухмылку Пока школьники с шумом и смехом расходились по домам Я встал у окна и сделал вид, что перебираю учебники Я напряженно всматривался в окно Во дворе на участке у школных ворот Семена не было Я не очень доверил в такое везение Так что решил перестраховаться и немного потоптался в стремительно пустящем коридоре Шум ушел на первый этаж Коза заблела, это что такое, блядь? Из кабинета биологии выглядывал скелет, которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором За дверями туалета вжурчала вода Я остался один в целой школе Не один, пришла внезапная мысль Я вспомнил о пропавшем мальчике Его портрет сейчас висел на доске у расписания А что он такой злой, блядь? Он же не так улыбался Он как-то зло улыбается, блядь Вспомнил что он улыбается И что он смотрит на меня И что он, скорее всего, уже мертв Привет Привет Я вздрогнула, обернулся Это мне? Ой Блядь А что это у тебя там в футляре? Сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки Потом я заметил, что его держит девочка из моего класса Покажись! Ле какая! Смотри! Это моя девчонка такая красивая Смотри! Это моя! Привет! Но Рокко нас сидел за первой партой второго ряда И несколько раз и ловил на себе ее взгляд Гаечка! И самый краткий смотрел на нее Просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое На ручей, небо, или на девочку Или на Илью Мазелова, который стримит на twitch.tv Слэш Мазелов Который они как учат со всеми хорами Шуточками Семена Не перешептывается с Катей, поливая грязью одноклассницы Все перемены она проводила так же, как и я Оставалась в классе и либо глядела в окно Либо рисовала что-то в зеленом блокноте Здравствуй! Привет, девчонка! Я покраснел и притворился, что рассматриваю узор на дощатом полу Круто ты ему врезал! Спасибо! Я такой, да Сохранились? Да нахуя, блядь, какая разница? Ладно, ладно Я стал рассеянно складывать учебники в рюкзак, чтобы хоть чем-то себя занять Вроде Семен раньше таким не был Он к нам недавно перевелся Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился Реально? Семена даже старшеклассники побаиваются Представляешь? Ну я его не боюсь А ты вот молодец Спасибо Не струсил? Он харкнул мне в тетрадь Угу Угу Ага, конечно, нашла смельчака Пошла нахуй! Герой, что уже полчаса торчит у окон, лишь бы ему по шапке не дали Девочка смотрела на меня чистыми внимательными глазами А ты за рекой живешь? А тебя ебать не должно В том деревянном доме? Тебя ебать не должно Ну да Блять Там, наверное, страшно Блять Да еще через лес идти Я бы так не смогла Да тебя никто и не сдает с собой, иди нахуй Упоминание о лесе заставило меня поежиться Я подумал о переплетенных ветках О смеяющейся тропинке О бесконечной темноте Что разрасталось, как лишайник среди косых деревьев И выдал самую настоящую ложь У меня автомат вроде Да не так уж, там и страшно А что тебя так пугает? Немного помолчав, она вдруг улыбнулась Словно смахнула на вождение Да так Ничего Меня, кстати, Полина зовут Понятно А меня Антон Ну, это я знаю Слушай, Антон Полина замялась, будто решая, стоит ли продолжать А что ты делаешь после школы? Ебашу, домой, к маме А то я невинный вопрос и кольнула в груди Ну, как-то по-особенному приятно Ничего такого Я запнулся, не закончив фразу Она растаяла, блять Ой Не понял Я улетел на небо, или что это? Алиса Перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске Алисы Вот это моя девка Реально И вообще, я говорю Тут фурия вообще не важно Фурия или не фурия, это вообще не важно Это моя девка Это моя девчонка Реально И она смешливые глаза в прорезах маски Которую я, скорее всего, сам себе придумал Неужели эта девочка-лисица и правда ждет меня после школы? Или это была ее очередная странная шутка? Интересно, прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой? Ха-ха-ха Да, это реально интересно От этой мысли я вдруг покрылся мелкой испариной, как после нормативов по физкультуре Захотелось принять душ, что у нас сами размышления лисички сделали меня грязным Ха-ха-ха О, да, еще каким? Пачкали, сбивали с дороги и уводили в объятия леса Алиса Фу, блядь, шлюха У меня сейчас занятие, скрипка А потом я свободна Рад за тебя, я тебя ждать не собираюсь Дедушка, мне репетитор, она не... Ну мне похуй, я тебя ждать не собираюсь, типа Могла бы, если я тебе так понравилась, могла бы за меня заступиться Или хотя бы могла бы сказать, что они все пиздоболы Короче, пошла нахуй Наш учитель музыки, он же скрипач А здесь, в поселке, ему некому преподавать Нахуй и играть на скрипке, ты живешь в деревне Ладно, это шуткость Она в окно в воздухе свободной рукой, имитирует движение смычка по скрипичным струнам Я почти услышал музыку Алиса выбросила с головы Нет Смотрел на губы Полины, ловя каждое слово и замирал от непривычных ощущений Так, игра, хватит мне навязывать эту женщину Я, ну типа, я ей не доверяю Я просто могу объяснить, почему Типа, она уже сто лет учится в этом классе Почему, типа, если я ей понравился Почему она не подошла, не познакомилась ко мне, когда я только пришел Почему она никак не помогла, ничего не это Она просто стояла и смотрела, как меня ебут в рот И потом такая, типа Ой, блядь, тебе понравилось Это полный, это полный пиздеж, типа Это может быть ебаная манипуляция То есть, я в эту хуйню не верю Это может быть пиздеж ебаный То есть, я говорю, по своим ощущениям Я бы в жизни не поверил, типа То есть, я бы такой, да, да, спасибо, мне приятно Но я бы с ней никуда бы не пошел То есть, ну, я бы не стал его ждать, тем более Потому что схуяли Они были теплыми согревающими А еще щекотными И казалось, что я маленький А чувства очень большие И им тесто внутри Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся Да это я, Нисы Раньше со школы меня всегда дедушка забирал Но в последнее время ему не здоровится Я бросил бедный взгляд на фотографию Вовы Он такой злой, блядь Он же не был таким на фотке Я помню точно Фотка изменилась Он таким не был, блядь Глаза колодца изучали У меня рот был словно поможен черным Как портрет на могильной плите Ты не подумай, я не трусишка Просто Иди нахуй Просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее Ахаха, нихуя ты придумала, блядь Вот это здорово как И что, мне теперь ходить тебя, типа, защищать? Схуяли, я тебя не знаю даже Отъебись Антон Ты сможешь проводить меня до дома? Нет Вот оно Наконец, все, о чем я читал этим летом В лягучейских романах О чем тайны грези Он начинал просачиваться в мою жизнь Тайственное преступление Прекрасная незнакомка И героическая дуэль Дуэль Ой, блядь Мы с Татья Семенем Моментально отрезвили Вернули на землю Почем она как бы зашиталась Как палуба корабля Блядь Только бы сейчас не упасть в грязь Лицом перед Полиной Ведь сколько бы я не храбрился Было очевидно и мне, и ей Выставить драки против такого амбала Мне не под силу Если он нокаутирует меня Это не самое страшное Страшно, что это увидит Полина Засмеется всеми остальными? Нет, нужно избавиться, свидетели От этого позора Сегодня вряд ли получится Все правильно Ты же знаешь Семен, скорее всего, караулит На школьном дворе Лучше мне с ним разобраться лично По-мужски Да Я жестко стерплю и получу поебалу Ха-ха Глупости какие Полина отбросила челку со лба И до меня донесся едва Удовимый аромат ежевики Полина была водой Которую хотелось пить Глотаясь жадно А жажда все не уталяется Я вспомнил летние вечера на даче Едкий дым костра Свисающий из-за ограды Соседскую ягоду И мягкий ковер Сосновых иголок под подошвой Иголки под подошвой? Редкие безмятежные дни Когда чувствовал себя безопасности Мама отдыхает в гаваке Отец нанизывает меня на шуровы А, блядь, мясо на шуровы На шампуры Блядь, чё за пиздец Мог ли я при желании Различить в треске углей В смехе родителей В запахе скоротечного Юля намёк на будущую катастрофу Видел ли я, как хрупок И ненадёжный тот мир? Думаешь, этот дикарь Будет честно драться? Не Со своими дружками Набросятся всем скопом А помниться даже не дадут Есть Полина вдруг хитро улыбнулась Но если мы пойдём вместе Это их ошарашит Реально, конечно А ты думаешь, что Они такие честные сразу? Такие кавалеры? Типа, а, ты с женщиной? Ну да, тогда мы тебя пиздить не будем Чё, блядь, ты вообще рофлишь нахуй? Это вообще так не работает Они тебе пиздак дадут, если надо будет Рофлишь, что ли? Чё за хуйня? Я же не только первая скрипка на деревне Я ведь ещё и девочка Да, да, конечно Конечно же это не сработает Чё, блядь? Бля, такого лоха меня пытаются взять Я знаю, как это работает Это вообще, типа Наличие женщины никак не спасать ситуацию Вообще никак Им будет вообще похуй Есть там женщины или нет? Если они захотят тебе дать пизды И тебе дадут пизды Чё за рофл? Слышала от знакомого хулигана Что он никогда не нападает на кого-то В посудстве деда Да что ты? Представляешь? Реально? У них кодекс чести такой Серьёзно? Да, у Семёна кодекс чести Реально? Как здорово, блядь Знакомый хулиган Забеспокоился я Лучше ли он меня? Симпатичнее? Ой, мне на музыку пора Ой Она сделала пару шагов и остановилась Удивительно Полина совсем не похожа на тех красоток В журнальных постеров Или на актрисы с кинофильмов Но в свете потрёскивших ламп Она была притягательнее их всех А ты играешь на чём-нибудь? Да, на кожаной флейте Ха-ха-ха Два года назад мне купили гитару Я живо вспомнил свои жалкие попытки Научиться музицировать Ам-ем Перемен, мы больше перемен А Песня Цоя точно ложилась на мои мысли На желание изменить хоть что-то Виктор Цой Покалейский лидер группы кино Игравший в силе постпанка и новой волны Их хит «Мы ждём перемен» Является одной из самых популярных Российских отворных строк Включающих в числе прочую русскую мировую классику Цой погиб в автокатастрофе Кого? Так, гитара запропастилась куда-то Словно напрочь Отказалась переезжать в старый дом у леса Наверное, родители отдали инструмент кому-то Кому он нужнее Увы, не играй Жалко Ну шо ты пиздишь, ну шо ты пиздишь Ну шо ты пиздишь Ну покажи ей вот это Шо ты пиздишь, дурак Покажи ей вот это Шо ты пиздишь, дурак Покажи ей вот это Ебать, пиздобол, сука Ха-ха, лох. Да сразу, да сразу, да пиздобол, дурак. Ну ладно, я побежала. Давай, иди нахуй. Пока. Давай, давай. Крик девочки подхватило гулкое эхо. Туфли застучали по школьным коридорам. Пока. Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Школе двор опустил. Только пара ребят из младших классов кидали друг друга снежки. Никого похожего на грузного Семена с его компанией не было видно. Это вселяло надежду. Что же делать? Полина могла бы стать моим другом. Первым на новом месте. И потом ей впрямь могла угрожать встреч с маньяком. А тут я, защитник, рыцарь. И пускай последний внутренний голос подвергал сомнению и шептал о побеге. Подальше от убийц, отрыскающих по ночным лесополосам маньяков. Полина стоила риска. Нет, не стоила. Ну и рыжая плутовка манила тайной. И не только тайной. Обещала помочь найти Вову. А за этим следует награда. Еще какая. Много денег. Почти гарантия мира в семье. Подарки для воли. Я образил сестру счастливую, как те девочки, получающие призы от Супонева в телепередаче «Звездный час». Сергей Супонев, советский и российский телеведущий. Главный шоуман детских и развлекательных программ Центрального ТВ. Обучающий актериндопередач, посвященных компьютерным играм. Супонев разбился на стихоходе, ввелившись в речную пристань. Ну, умер и умер. Ее кружат танцы известные певцы. Может, даже эта новая популярная группа «Иванушки Интернешнл». «Иванушки Интернешнл». Российская бойсбенд, группа состоящая из трех человек, играющая в селе «Поп». Ее поэта-солист Игорь Сорин умер, выпав с балкона шестого этажа. По версии следствия, это было самоубийство. Заменивший Сорин на Олег Яковлев умер позднее от суроза печени. Но умер и умер. Мама с папой обнимаются в Станкинском павильоне. А потом во всей семье едем в Диснейленд. Эх, Диснейленд. Смотри, она смотрит на меня. Полина. Полина, ты мое солнышко. Ты мой самый лучик света. Ты самая прекрасная. Ты самая лучшая. Самая классная. Пошла нахуй, шлюха. Засекнув рюкзак, я сбежал вниз по ступени. Нахуй, это Полина, я же сказал. Это просто, ну, это ебаная ебень, типа. Ну, то есть, то, что она мне навешала, ну, типа, это на полного лоха. Это реально, это просто, ну, это берет на понт, на полного лоха берет. Потому что вот это... А, знаешь, у нее такой кодекс чести? Он не нападает на пацанов, когда с ними женщины. Типа, ты че, вообще ебанутая, блядь. Ну, типа, такого, ну... Я не знаю, у кого вообще такое есть. Типа, женщины никогда не поменят. Если у чуваков пиздец ссоры, и они должны пиздиться, наличие женщины вообще никак не решит. Вот вообще никак. Это только в сказках так бывает. Тем более, меня ждет Алиса. А Алиса? Это, извините меня, блядь. Снова отснял вслуху во дворе уже через окна вестибюля. Никого подозрительного. В входной двери скрипнули. Звук напомнил музыку из триллера. Такая высокая нота, в предшествующей напряженной сцене. Вот такая. Вот такая нота. В входной двери скрипнули. Звук напомнил музыку из трилля. А, уже был. Я шустро обогнул школу, стараясь не попасться никому на глаза. И школьное столовое пахло выпечкой и жжетом сахаром. Я замер, увидев все от в окне второго этажа. Наверное, это Полина, чувствуя ей в голову, скользила смычком по скрипке. Жаль, мелодию не слышно. Да и Полина. Просто шлюха. Не, хотя я пошел дальше. Опа! Мужик, здорово! Я тебя видел уже. На школьном стадионе веревочная сетка футбольных ворот сдувалась и опадала. Ветер гонял по полю белые смерчи. Здесь был бяж. Где-то неподалеку шумел невидимый трактор, спукнувший стаю каркующих ворон. Цой жив. Звук мотора напомнил рев голодных зверей, навшись за мной по снежным пустошам. Вновь вспомнил эта странная Алиса со своей маской. Сейчас, при свете дня, было очень трудно поверить в ее существование. Как она там сказала? На заднем дворе возле повешенного. Ага, вот и повешенный. Что за ерунда? Какого еще? А вот и он. Мужик. Извините? Все скрылся за углом и зажигал вглубь школьного тупичка. Следом за ним расстался горятный дым. Это был кто-то из взрослых. Может, учитель? Да нет, это тот же чел, блядь. Я помню его. Он стоял уже у входа. Мне кажется, он меня караулит. Он что-то хочет. Вон лесная белка задорно лузгает семечки. Видать, кто-то из учеников ее прикормил. Надо же. Я посмотрел на стену. Над просмольной полосой был нарисован пляшущий в петле человечек. Кто ты? Сука, там папич за углом стоит. Сука, папич стоит за углом чисто за детьми наблюдаем. Чел пишет в ЛС. Выбей лесу, пожалуйста. Договорились. Кто-то играл здесь виселицу. Вокруг человечка каракули. Побег, страх, правда. Если взять первые буквы, то это PSP. Это такая консоль. SP. Это сервер пятерки. О-Т-Р Б-Р-В Е-А-Д Г-Х-А Трах Ближе, мой сладкий. О, привет! Я не сразу, по-откуда звук. А на самом деле я уже мужик там за стены оформляю. Взгляд заметался по безлюдному закутку на задворках школы по окнам, отражающим солнечный свет по снегу. Ты где? Здесь? Один из угробов задрожал, словно вулкан перед извержением. О, блядь! Тебе, тебе, моя родная, все что угодно. Для тебя все что хочешь. Не успел я помнить, как белая корка лопнула из-под снега выбрыгнула лиса. Она грациозно поклонилась, наслаждаясь произведенным эффектом. Сежок засеребрился на ее шубке. Я не представлял, что мысли о хвостатых девочках могут быть такими. Даже не знал, с чем сравнить. Заразными, ядовито-сладкими. Кто мне не дал, ебало потерял. Ха-ха! Ну, нормально, да? Хорошо, пожалуйста. Она хихикнула так задорно, что я невольно заулыбался. Да ну тебе! Шлюха! Резво зачерпнув горсть снега, я скатал стежок и зарядил им в Алису. Она попыталась вернуться, но было поздно. Снаряд угодил в плечо. Ох ты ж! Гадкий мальчишка! Ха-ха-ха! Да, вот такой я! Да, я! Лиса плавно отпрянула, вооружаясь. Ты хитер, да мы хитрей! Ловок ты, да мы ловчей! Ха! Ей! Ответный снежок прочертил дугу между заснеженным двором и вороньем, реющим над нами. Я хотел прыгнуться, но подсказнулся и упал на колени. Ой, блядь, все началось. На колени. А пока поднимался, снег пролетел прямо в лицо, а болел холодом в щеке. Блядь! Сука, ебан, от вас! А досада вырвался на всю улицу. Блядь! Блядь! Что за хуйня? Ставички из песен сектора газа с кассет, что я слушал, тайком от родителей. Сектор газа. Советская российская рок-группа, играющая в стиле колхозного панка и основной вокалистом и автором песен Юрием Клинский, Юра Хой. Зачастую использовали западную музыку в своих произведениях, большое количество матерных слов и заказченных сюжетов. Хой предложительно умер от ферритизировки наркотиками. Щель. Будьте рядом папам, выкрутите оба мне уши. Чего-чего, Аматов не терпел. Изъяснялся исключительно литературным языком. Да ладно тебе! Да ладно, ладно, все хорошо. Не больно же совсем. Вообще не больно. Она сочувственно отрехнул мой воротник, взяла за локоть и помогла встать. Видел, что с малышером случилось? Я видел видос, мне кажется, был шарофлит, нет? Типа, мне кажется, он вырафливает. Ну, по крайней мере, видос так выглядит, хуй знает. Аккуратно с ней детской заботливостью сняла маячки, сдула с них снежинки, а затем протянула обратно. Вот так. Один-один, Тоша меня называли только близкие люди. А я даже настоящего лица ее не видел. Не знал ни фамилии, ни класса. Не то есть у нее хвост под шубкой. Желаешь отыграться? Да. Мы хотели поискать Вову, помнишь? Лучше поторопиться, а то меня родители станут искать. Лиса демонстративно зевнула. Родители? Да, они меня родили. Как скучно. Да давай не залупайся, бля. Хотя вообще похуй на Вову, тут такое происходит. Ребята, какой нахуй Вова? Давайте. Давай чуть-чуть поиграем. Все равно тебе дома тоскливо. Давай. А ты откуда знаешь? Тоже мне тайна. Со взрослыми, да в четырех стенах, тоска смертная. Всегда. У меня от стены взрослых нервный тик. Вот. У меня, кстати, тоже нервный тик, прикинь. Она сдергала мохнатой лисией бровкой. Ха. Ха. Я не искренне хохотнул, не решив до конца смешно ли это. Вот так шевелить частями маски. Ну же, Тоша, решайся. Я уже все решил, родная. Я же вижу, ты хочешь поиграть? Да. И если победишь, то... Лисичка приблизилась вплотную и встал на цыпочки, едва не коснувшись шерша у носика моего лица. В клубине глаз втлели веселые огоньки. Пахло от нее чем-то приятным, ягодно-притерным. Возможно, так пахнет независимость и настоящая свобода. Америка! Кого у тебя... Кого у тебя всех хлопот, что беситься и уплетать конфеты? Горячий шепот влился в мои уши. Если победишь, буду твоим провожатым. Давай. Поверь, мне есть, что тебе показать. Я верю, я знаю. Найдем твоего мову. А потом моего маленького Антона найдем. Ха-ха-ха. Внутри у меня сжалась пружина. В животе заныло. Не сказать, чтобы неприятно. Как же странно. Только что я болтал с Полиной, а теперь Алиса тащит меня куда-то. А если проиграю? Душу из тебя выцарапаю неженко. Не понял. Не понял, блядь. Это она уже на мне прыгает или что? Что за хуйня? Что за анимация? Что происходит, блядь? Сука, сейчас за хуйня. Ха-ха-ха. Что за бред? Давай, скорей! Сейчас, сейчас. Ха-ха-ха. Блядь. Засмеявшись, она махнула по долам и побежала к дороге, по которой мы шли в школу. Ее обещание. Чуть ли не угроза. Загипнотизировала меня. Я нагнулся и зачерпнул снег. Вот было бы у меня специальное устройство, чтобы распознать, когда шутит Алиса, когда говорит всерьез. Или у таких, как она всегда, третий вариант. Между шуткой и правдой, смехом и горячим дыханием на ухо. Я хотел победить. Наказать ее за быстроту и свободу, которая слишком много для обычной девочки. Азарт, любопытство и что-то еще. Что-то неясное. Завладели моими чувствами. Опьянили. Как тогда, когда я наелся вишны из маминой наливки. И лежал, сомкнув веки, а кровать вращалась подо мной, и голова ходила кругом. Наливка! Сладкий фруктовый ягодный спиртон обидок. Около 25-30 градусов. Иногда называемый водкой на ягодах. Я пожелаю наливка к ста. Я сплюнул и вытер губы. Поиграть хочешь, лисичка-сестричка? Ну давай поиграем. Вооружившись... Бля, Филин, я тоже хочу бухать. Иди нахуй. Вооружившись снежком, я ринулся за беглянкой. И я хамаля! Вот показалась знакомая улица с деревянными столбами. Уже совсем не страшными. Всего там бревна, занесенные снегом. Крепнешь, залавят цепные псы, и люди высунутся в окна. Фигурка лисы маячила впереди. Доразнилась. Но швыр от нее снежком с такого расстояния было напрасно. Только зря наряд бы растратил. Снаряд бы растратил. В дорочечной дороге замаячили искалеченные... Морозом березки. У деревьев выселся огромный снежный холм. Видимо сюда трактор свозил снег со всего поселка. В такой горе спрячется целый выводок лисичек. Выродок. Нет, подумалось. Лисичка одна, не бывает второй. Ее и одной-то слишком много. Возле рощи бегала моя вторая утренняя знакомая. Дворняга со зрябшими лапками. Хорошая собака. Принюхавшись, она пометила голые кусты смородины и шустро засеменила к другим. Алиса вынурнула из-за холма. Жулька! За мной, девочка! Собачонка подняла уши, одобрительно гавкнула и побежала следом. Мы мчались все дальше, изредка обмениваясь снежными залпами, хохочаясь-потыкаясь. Впереди Рос поднимался до низких облаков в зимний лес. Мы достигли его тени, когтистый и почти осязаемый. Лиса юркнула за исполинскую сосну. Явно намереваясь незаметно подобраться ко мне со спины и насыпать снега за шиворот. Это был хороший план, но я выдавала жулька, крутившаяся рядом. Отлимив сухую ветку, я решил действовать еще хитрее. Насадил он сучок в шапку и поднес к сосне. Пускай решит, что это моя голова высовывается из-за ствола. Чтобы не рассмеяться, я перекусил губу. Прыгнул с другой стороны и пульнул снежком в упор. Наверное, Лис сразу раскусил мою уловку, но позволил мне победить со счетом 3-1. Я был ранен в ногу, она же с подстрельным животом и грудью. Истекала передо мной выдуманной кровью. И молила обошаде, даваясь от смеха. Молю, сжалься. Нет. Никогда в жизни. Блядь, чел пишет, ну сосни уже. Пожалуйста. Помираю. Да все, все, отживи. Спасибо, добрый рыцарь. Да, да я. Она притворила, что кланяется мне, схватила полные горсти снега и, как умирающий воин в последней отчаянной попытке, метнула их в меня. Блядь, сука. Я легко уклонился. Когачаю, возмущаясь одновременно, добил воетницу двумя прицельными выстрелами. Живи, живи. Научил бы меня жить, раз умный такой. Легко, легко. Молчи, ты умерла уже. Тоже мне помеха. Давай сыграем в кое-что поинтереснее. Давай. Возелов любит двадцатилетних девочек в фурии. Иди нахуй, неправда. Выстрелив слепую, она кинул за деревья. Раз, два, прилети, сова. Три, четыре, пять. Время поиграть. Я неуверенно двинулся к бурелому. Блядь, какое-то наебаловое началось. Шесть, да, шесть. Дыбом волчья шерсть. Померяю, что я действительно вижу хвост, скользнувший по кустам. Будто привязанный, я бросился туда, где ветки склестывались, помогая лисе прятаться. Приходилось раздвигать их, рвать точно паутину. Блядь, сова летит, этот свалик, где я скачу, это, блядь, смешно. Ветви пружинили в лицо, но не били, а словно гладили по щекам. Я вспотел, но сил оставалось предостаточно. Врешь, лисичка, я поймаю тебя. Голос Алисы плутал за бурелом. Семь, восемь, бьем, копытом, оземь. Блядь, походу меня подставили, меня сейчас убьют, блядь. А я тебя недооценила. Думала ты просто мальчик. Уверенный, что она стоит зачахла осина, я выскочил на перерез. Но здешняя акустика обманула. Теперь ее голос шурчал слева. А ты зайчик! Шустренький, хорошенький! Блядь. Снежок вылетел из темного укрытия, просвистел над духом. Я тебе дам, зайчик! Дай мне зайчика, дай! Сейчас, сейчас, сейчас. Яркая лисия шуба мелькнула возле трухлявого пня. Я устремился туда, перепрыгивая через рог. Зайчик, выходи скорей! Мясом накорми зверей! Чего, блядь? Она хочет меня скормить своим этим, блядь? Зверям, нахуй? Друзьям? Этим, которые плясали хардбас на полянке. Сука, блядь, хуй поймешь, что она человек, блядь, или нет? Ну, вообще, походу, нет, потому что я же видел, как она зевала. Она, скорее всего, плясала хардбас на поляне. А если она плясала хардбас на поляне, то это подстава. Ну, надеюсь, хоть перед подставой можно будет... Самое важное для меня же был миховой воротник, лежащий за очередным деревом. Губа моя задрожала, как у настоящего загонщика, почуявшего добычу. Рывок или сам их объятиях такая гладкая и желанная. Все, 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 ты победил! Она присоединилась к шершавой коре и засопела. Пожалуйста, давай немного отдохнем. Давай. Ты слишком быстрый. Слишком сильный. Плакамый слишком. Донат. Андрей Олух Ёпарни, 150 рублей. Поймал ли я золотую рыбку и натянул ее на свой вялый хуй. Обосрался и говном, и себя ее измазал. Потом поцеловал ее и кончу сожрал. Она спрашивает, а как же желание? А я свое уже выполнил, ответил он. Иди нахуй, блядь! Что за хуйня, блядь? Иди нахуй! Ебанутый, что ли, блядь? Пиздец. Довольно я подбочинился в ожидании наград от побежденной. На нахуй, блядь. Но вместо приза получил подлый снежок в свое напущенное лицо. Заливаясь хохотом, хитрейший из хитрейших рвануло прочь. А я даже не думал сердиться. Во что бы то ни стало, она догнать Алису, а прокинуть ее оседлать. Блядь. Сорвать с нее маску и увидеть все. И не только маску. Я хамаля! Пикетный зайчик прыгает возле мокрых сосен. А. Страшно в лапы волку серому попасть. Е. Думает о лете. Прижимает уши. Скрр. На небо коситься. Небо не видать. Блядь. Небо действительно исчезло за навесом крона. Я ориентируялся по лаю глупой жульки, чтобы что не отставало от хозяйки. И настигал. А под ногами мелькала та самая тропинка, что я представлял в школе. Оказывается, несись в весь аборт так легко? Скорее! Выше! Быстрее! Мне казалось, внутри отворился какой-то потаенный ларец с новыми возможностями. Мои мышцы гудели, легкие увеличились, а я сам будто стал сильнее. Даже зрение обострилось. Я видел каждую леденелую веточку, каждую зазубрину на коре. У куста валял шатопестрое. Деталь одежды. Еще одно цветастое пятно справа. Алиса скидывала себе вещи на бегу. Не понял. Как шкуру. Все правильно, Алиса, давай. Полиночка пусть там играет на своей скрипке, блядь. У меня тут своя скрипка бежит. Я окрыленный стащил зубами варежки. Раздеться полностью и отдаться ветру до остатка. Эээ, слышишь, Куни, не занимайся. Скорее! Я потянулся сбросить шапку, махом откинуть все, что мешает бежать по нескончаемому лесу. Рюкзак тормозил. Я швырнул его в снег вместе со всеми ручками и карандашами в пенале. Цветными тетрадьми в линейку и клетку. Со всеми рисунками на полях и динозавром для Оли. Но это я уж с ума схожу, блядь. Это уже мой чел, что-то ебанулся. Оля. И вдруг у него возник отчетливый образ. Сестра. Застывшего окна в предзакатном свете. Маленькие детские ладошки прижались к стеклу и согрев его отпечатались. Не, ну я по своей сестре скучаю. Я же сейчас в лесу пропаду, мне надо домой идти. Может в следующий раз с Алисой потусим. Она бы согрела, как целый мир. Оля смотрит на тайгу и повторяет мое имя. Тоша. Привет. Я остановился, глубоко вдохнув, и понял вдруг, как все это сумасбродно и глупо. Раздеваться в лесу, догола в погоне за лисицей. Я вернулся за рюкзаком, будто за обраненной частью самого себя. И снова вспомнил, как сестра не любила оставаться дома без меня. Умоляла вернуться после школы как можно скорее. Что же за брат-то такой? Бегаю по лесу, который сам же пугал сестру. Веселюсь, когда из-за барок запрещено выходить. Сиди в клетке, Оля, смотри в сотый раз одни и те же мультики. Тоша. Да, Оленька. Скоро буду дома, солнышко. Скоро приду, сестра. Тоша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? Не понял, слышь. Че, охуела, мразь? Алло, блядь. Ты, блядь. Ой, блядь. Ой. Блядь, не надо, я домой иду. Да не надо. Да, блядь, у меня секс. Блядь, да не надо. Ой. Сейчас мне пизды дадут. Бля, ребят, не надо. А я стою голый, с хуем. Бля, да не надо. Извечные тематы за соснами, как дикари из пещеры, вышли, ухмыляешься Семен и его как учащая шайка. А где Алиса? Здарова, Антошка. Здарова, брат. Хе-хе. Не вышло сдрыснуть, да? Леди нахуй, блядь. А очкарик в зубе в сарик, на. Хе-хе-хе. Пиздец. Вот давай я с этим сначала один на один, а потом с вами. Этому надо вот... Блядь. Словно хищная стая не окружали меня, вынуждая пятиться. В нос шипанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно я лизнул батарейку. Алиса! И на спутнице превратилось в сдавленное сопение. Сосны качались молчаливыми сражами. Взгляд мой заметался. Я так мечтал выйти за деревьями лисичку, ждал, что она придет на помощь. Блядь, меня киданули нахуй. Меня, во-первых, киданула Алиса, во-вторых, мне сейчас пизды дадут. Ну похуй, я все равно терпеть не буду. Но лишь ветер отвечал на мои призывы. Где Алиса? Если будет драка, терпеть нет смысла, типа. То есть, ну, там тебе в любом случае пизды дадут, в любом случае. Ты можешь терпеть, и срок получишь пизды. А можешь не терпеть, и получишь пизды. Лучше не терпеть. Что вы с ней сделали? Я вздрогнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, свирепым и пугающим. Какая еще Алиса? Мама твоя. У тебя че, кукуха поехала? Да, ну неужели я ее выдумал, блядь? Неужели ее не существует? Я же играл с ней в снежки. Не ссы, ща в миг вылечим. Не надо. Здоровяк сплюнул сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так, что я впечатал со спиной в дерево. Ну как, полегчало? Я тебя сейчас ебало сломаю, слышу, выясо. Ой. Блядь. Неужели? Алиса специально заманила меня в ловушку к этим уродам. Нет, не верю, не желаю верить. Глядите-ка, пацаны. А здесь он не такой борзый, как в школе. А это я еще сейчас, подожди. Это я пока это. Такая запретка, че хуйню пишите, блядь? Это я пока еще не это, сейчас. Ага, вылитый терпел, она. Все, сука, ты огребаешь. Ты, сука, приезжал. Осуждаю тебя. Не на того руку поднял. Да ты лох, и шо это такое, блядь? Это кольцо с Симсом, блядь? Что ты показываешь такую? Я сам, я в Симс тоже играл. Я, между прочим, я в Симсе отжал дом у женатой богатой женщины. И ее муж с ее детьми переселились в мой гараж. Поэтому не пиздив, блядь. Я в Симсе шарю. Блядь. Симон уже дернулся на меня, замахнувшись. Опа. Внезапно другой хулиган в спортивных штахах он внушительно свистнул. Издоровяк покорно опустил занесенную руку. Ебать, он не главный? Это было неожиданно. Главный в банде оказался не Бабурин. Ебать, а он не главный, нихуя? В наделе все слышали с этого похожего на хищного зверка парнишку с крепкими и острыми зубами. Бить не стали. Видимо, собирались с начала поглумиться. Слышь, гондон, батькович. Ты его так называешь? Это что ли твоя Алиса? Где? Блядь. Это собака моя. Сохранись. Сейчас. Сейчас, сейчас. Это жучка. Ой, это жулька. Привет, только что смотрел первую часть Зайчика от тебя. Ты топ. Смотрим тебя всем классом. Спасибо, парадокс. Я только сейчас заметил рядом с собой дрожащую от холода жульку, на шерсть которой налипли комки снега. Хулиган присел на корочки и жестом помолил собаку. Ой, ты батюшки. Алиса, ко мне, сучка блохастая. Мать твоя. Остальные мерзко захихикали. Собака на вас тревушь и облизнулась и стала осторожно приближаться. Иди сюда. Ну не надо, блядь. Иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь, чего. Ну, понятно, ожидаемо. Хуй со, сука. Не успела собака принюхаться, как живодер схватил ее за ухо и с размаху пнул под хвост так, что она полетела с куля в ближайшую сукру. Хуй со, сука, тварь. Все, сейчас я собаку отомстил, если ты. Собану взорвалась смехом, а у меня сердце обледенело. Даже птицы, сидевшие на ветках, образовались испуганным граем. Сейчас, сейчас, сейчас я им покажу, блин. В боковом зрении мы заметим, будто кто-то промыкнул в обмачивых сумерках спящего леса. Или просто кусты на ветру шевельнулись за индивелыми шипами веток. Робка! Она ж больше срать не сможет. Сейчас, сейчас я тебе покажу, блин. Давай теперь я. Второй раз, ебану, минус на минус да сплюсь. У, сука. Но дворняги уже и след простыл. Все правильно, сейчас тебе покажу. Чего ты, баран? Сейчас, сейчас, погоди. У меня надо развяться, у меня зарядка. Толкуй его на очкарику, где его место. Иди нахуй. Только так, чтобы он понял. Ага, да ним кофе окна. У, сука. Этот очкарик тебе при всем классе всек. Да, было такое. Да то, что лох. Я потому что сильно видал. Я мужик. Да без бэ. Я реально мужик, мне вообще похуй. Ой, бля, не надо, ребят, не надо, не бейте. Я тебе все сделаю, не надо, не бей. Бля, ребят, не надо, не бей. Семен демонстративно поднес к моему лицу, увеситая кольцо печатку. С каким-то геометрическим символом. Бля, не надо, ребят. Ща, порошник, я тебе этой печаткой так завяжу. Это Артем Вульф, что ли? У нас всю жизнь останется. Это Артем Вульф в магазине с охранником общается. Бля, не надо. И куда подевались мои потойные силы и храбрость? Щас, щас. Стой. Я просипел стой, а голова мотнулась, врезавшись кулак Семена. Красные искры брызнули из глаз. Да, блин, не надо, ребят. Подсобей. Ребят, не надо, бляд. А почему это Семен говорит? О, смотрите, игровая опечатка. Написано, что это Семен говорит. А это не я. А, нет, это Семен. Я подумал просто на секунду, что я Семен. Я забыл, что я Антон, бляд. Семен грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосными глазами. И тот подставил подножку. Блядь, сука. Я упал на островую корку, да? Да заткнись, сука. И толсток тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Блядь. Из горла вырвался болезненный стон. Слыхали, как за мной. Щас, щас, подожди, я ночь в руке. Ну, типа, сейчас будет. А ты случи... Подуждаю! От злости и обеда, начал задыхаться. Больно расстало. Ухо пульсировало и пекло. Точно его отрезали. А поверх пришили ком крапивы. Чё молчишь, Антошка? Щас, щас, я тебя убью. Отвечай. Осуждаю. И тут я почувствовал чистую... О, вот всё, началось. Сейчас я буду их пиздить. И тут я почувствовал чистую незамутнённую ярость. Концентрат моей злобы. Как чернила спрута. Она всплывала из глубин сознания, заполняя все мои мысли. Твари! Всё правильно. Это только начало. Знаете, что мой... Мой отец... Блядь, ну вот нахуй это... Да встал бы просто, долбым пиздеряля, заткнись. Та-то... Озуждаю! Не смешно, блядь. Всё, это последняя капля. Три запретки подряд. Это последняя капля. Страх и зло сцепились внутри меня, словно бешеные собаки. Аннекида занимался. Поняли? Да, это я про себя. Он ещё воевал. Да. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивает. Да, да. Я только слово скажу, он... Ромка поднял руку, остановив потока лжи, и сделал пару шагов вперёд. Семён медленно отступил, дав мне возможность встать. Неужели поверил? Или его смутило моё перекошное от ярости лицо? Воевал, говоришь? Да. У меня, знаешь, отец непростой человек. Мой батя тоже воевал. Да мне похуй. В Афгане. О, тогда мне не похуй. Осуждаю. А твой? А мой? И мой. Блядь. Да, и в каких войсках, интересно? В диванных. Га, га, га. Иди нахуй. Тебя ебать не должно. Я замялся. Страх вцепился в глотку злости и пустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка. Бля, буду на. Иди нахуй. The North Fake, в натуре. Думал меня так просто развести? Нет. Я тебя, сучонка, насквозь вижу. Кого ты чешешь? У тебя шапка гондона. На лице Ромки повелась гадкая улыбка. Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. Я, я... Блядь. Ну не надо. В школе тебя училка спасла. Ну а теперь все. Блядь, грибабаз заебал пиздеть, сука. Ты сначала вот эту хуйню съебал, убери, потом пиздеть. Ха-ха-ха. На туре. Хама тебе. Ой. Во-во. Давай, Антошка. Молись, чтобы твой труп по весне нашли бы. Не надо. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Осуждаю. Осуждаю. Жирного стукнул, одно дело. Не понял. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В дождь и моргу, блядь. Да кого ты, блядь, пиздишь? Вот твой батя, шо, сидел дома, шо, пиво пил чисто, смотрел, не знаю, там, смотрел телеканал Перец, блядь. Кого ты вообще лечишь, нахуй? Кого? Какой, блядь? Че ты, блядь, дайди нахуй, пиздобол, сука. Я, блядь, знаю. Дождь и моргу, в переводе с персидского означает долину смерти. Глинистая пещадая пустыня на Ближнем Востоке, в юго-западной части Афганистана. Там, во время афганской войны, советские войска вычислили караваны с наркотиками, которые обменивали в Иране на оружие. Лё. Сёма, ушатай-ка его. Иди нахуй. Хулиганы вновь замкнули кольцо, и я оказался напротив Семёна. Давай, один на один. Я занимался рестлингом. Кровь стучала в висках. Ветки качались, как будто что-то шептали. Обнадёживали. Стиснув зубы и борясь с мыслью, что выгляжу глупо, я встал в боксёрскую стойку, которую частенько видел в кино. Хера ты, Майк Тайсона! Реально, сейчас вы все трое тут ляжете, ребята. Это была моя первая драка. Запомню на всю жизнь, если, конечно, не сдохну сейчас. Кром глаза заметил, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто в ней кто-то ходил туда-сюда. Я почувствовал клешни ромы, схватившиеся за портфель. Манатки, Антошка. Это мои. Махаться мешает. Блядь. Ебать. Я был уперся, не желая подчиняться мерзавцу, но он ловким движением вылудил из-за пасухи нож-бабочку. И демонстративно крутанув, подставил острёк моему горлу. Сука, донатер, блядь. Хуесос, у меня такого нет, блядь. Слушай, прослабься, а то больно будет. Вместо слов я выдохнул клуб пара. Ромка же дернул за всех сил, и рюкзак перекочевал к нему. Вальяжный, спокойный. Противноскались, он заглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? Нет. Учебни по биологии, блядь. У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Ть, ты где нахуй. Ща погляди, может это был... Опачки. Ой, блядь, я чё в натуре обувь спиздил? Пиздец. Ромка мог значительно ухмыльнулся. Ебать, что у меня... Так, так... А что это у нас здесь? Учебники и тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное, напоминающее... Кого, блядь? Маска кролика, блядь? Как хули она у меня делает в рюкзаке? Я кролик, кстати. Он поднял её высоко, словно, показывал кому-то ещё, кроме нас. Кому-то в кронах, в сумерках за деревьями. Старая маска зайца. А почему я крол, блядь? Ясно. Ролевая игра началась. Понятно. Ну, соответственно, что я тебе могу сказать, Роман? Это маска кролика. Я не знаю, откуда это. И вообще, это не мой рюкзак. И вообще, иди нахуй. Длинные потрёпаные уши, едва заметно нарисованные носы и усы, облезанный мех на щеках. Откуда я была взяться? Может, подбросил кто? Семён хохотнул. Новый год уже прошёл, мудила. Да, вот тебе тогда. Вот тебе. Блядь. Ой. Вот тебе. Блядь. Подождите, парни, щас. Щас, парни, щас. Блядь. Блядь. Ладно, хорошо. Щас, ладно, я вам пизды дам, потом сделаю. Или ты реально поехавший? Иди нахуй. Это не моё. Да как не твоё, э? Э, в твоём портфеле не дал она. Сука. Ромка наблюдал за этой сценой и хитнул, улыбаясь. А знаешь что? Чё? Надевай. Ага. Зачем? Блядь. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Бля, ребята, я реально сейчас буду драться, блядь. Давай, давай. Или без останов, домой пойдёшь на. Только не это. А если мимо кто-то из нашего класса пойдёт? Блядь, его эта хуйня волнует, какая разница? Не надену. Сёма, надень-ка на него. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Бяша услужно подскочил к приятелю, взял облюбленную маску и отвесил шутовской поклон. Хе-хе, шестёрка ебаная. Затем передал её Семёну, уже потиравшему руки в нетерпение. Я оглянулся на сосны. Сону ждал помощи, что тени, ползающие вокруг нас, жалятся и займут мою сторону. Ветви напоминали изломанные под страшными углами руки. Почерневшая корабла, обварившаяся кожей, а тимогарью. Не убегу, не успею. Догонят. И тогда... Только учти, Сёма. Чё? Если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Во, вот это тема, кста. Реальность, давай, слышь, Сёма, скачи. Этот чмошник и не станет. Чё сказал, блядь? Да поглядя на него, он же дурик конченый. У, сука, всё, тебе пиздавля. Сейчас я, сейчас я боксю, кста. Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Сейчас ещё раз будет. Ромка прав. Да, ты терпила, лох. Давай, толстый, восстанавливай авторитетно. Ха-ха, какой же ты лох, чел. Тебя даже свои чморят, боже. Или сам у нас запрыгаешь так, что тетяндра отцепится. Ха-ха, хорош, Ромка, красава. Значит, ну и вправду боится Ромку. Семён вырвался под нос, словно взыркнул на меня. Вот. Это чтобы маска хорошо налезла. Ты чё охуел, блядь? Следующее тебе въебало будет, чего? Он смачно халкнул в заячью морду и поднёс маску к моему лицу. Привол был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по звериному дёрнулся. Скривился. Хотел что-то сказать Семёну, но промолчал. Сума тёрся рядом. Омерзительно искались. Я поляю меня вонью из пасти. Надевай, бра! А ты урою! Иди нахуй, чёл! Маска, словно, бы стала ещё отвратительнее. Злее. Но, вопреки всему, казалось, она могла подарить спасение. Стать второй кожей. Только пример, только коснись лицом тёплого, свежего харчка. И сразу всё будет отлично. Стоит надеть её, если у нас компания не станет. Навсегда. А у меня ещё и выбор есть, типа? Блядь, чёл, сосихуй. Можешь сам этот плевок, блядь, об свою ебалу растереть. Соси, блядь. Охуевший. Почему-то, Ромкино, недовольство Семёна меня расхрабрило. Что-то у них было не так в банде. Старое разногласие. Меня бы расковырять эту рану. Я что, терпила, нахуй? Посмотри на меня, блядь. Я настоящий мужчина. Провесть бы в их головы, в их черепа, в их тёплые мозги. Знаешь что, Семёна? Пошёл нахуй! Собственный голос ровно и твёрдо удивил меня. Пошёл нахуй! Я сделал шаг вперёд и тихо, спокойно отчеканил. Пошёл нахуй! Иди нахуй! Ну да, вот так вот, блядь. Ныр словно поставили на паузу, а через секунду разморозили. Блядь, чего он на Саске похож? Ебать, что? Зрачки Семёна расширились. Маска выпала из мясистых рук. Он некоторое время отуплённо переваривал услышанное, будто тужился решить в уме сложное уравнение. И, судя по пульсирующей на лбу Вене, ответ приводил его в бешенство. Остальные молча наблюдали за нами, предвкушая скорую расправу. Ой, ребят, сейчас меня, походу, ебальник скроют. Ха-ха-ха. Ты! Ты! Ты троп! Всё, мне пизда. В дебрер зазвенел ледок, срываясь с ветвей. Звук напоминал мелодичный смех. Слушайте, ну ладно, ребят, было приятно с вами пообщаться. Спасибо всем большое, что смотрели мои стримы. Сейчас меня убьют. И тут я услышал шепот из крон, из нор, из лесных берлог. Будто бы Алиса, притаившаяся в гробе, словно суфлёры из будки, старалась достучаться до меня. Не испуганная, а с весёлым гневом в голосе. Так представлялась мне этот тихий гул. Я устался вправе между деревьями. Опачки! Ну всё, бля! Сейчас, ребят, сейчас подождите, сейчас драка будет чуть позже. Сейчас я в кусты забегу, сделаю небольшое дело и сразу назад. Там мелькнуло рыжее пятно. А, блядь! Ну ладно, расшались, и нет, иди сюда. Сука! Лиса настоящая. Обыкновенная лиса выступила из-за кустарника. Пиздец. Я бркнула шарашено. Животное, припав на живот, буравило меня горящими глазками. Пушистый хвост снова по снегу, разбрасывая белую пыль. На меня смотри, падла! Подожди. Но я смотрел мимо, на лису, которая улыбалась мне. Ха-ха-ха! У, сука, ха! Оскарившись, она рыла нору в сугробе, двигая лапами так, будто танцевала. О-о-о! Острая морда была в снегу, усики подёргивались. Оскарившись, лиса обнажила чистоколы желтоватых зубов. Лиса припала передом ещё ниже к земле. Сверкающие плошки глаз налились расплавленным серебром. Я перевёл взгляд на перекошенное лицо Семёна. Он что-то речал, я не понимал, что. Лиса пошла задом наперёд и скрылась в темноте. Всё, мне пизда. А из леса на меня вдохнуло шёпотом. Скажи! Чё? Свинья! Заткнись, сээээ! Ого, блядь. Я хлопнул рукой по щеке, прогоняя чужой голос. Но смысл послания осталось на подкорке. Слушай, ну походу, блядь, мне сейчас суфлюрят, я сейчас его обосу. Подсказка, это мой шанс. Я усталостно переносится ухрюкающего злобы Семёна и проговорил. Заткнись, свинья! Ебать, я его хуячу, просто морально давлю. Семёна будто парализовала. Словно экстрасенс Алан Чубак загипотизировал его, лишив воли. Алан Чубак, советский-российский телевизионный деятель, представляющий себя как целитель экстрасенса. Следительную силу почувствовал в себе, когда проводил расследование о магах-шарлатанах. Первым догадался проводить свои сеансы гипноза возле телевизора, заряжая воду, кремы и даже свои фотографии. Причина смерти Чубака не уточняется. Я, пожилой Чубак, хай! Я, словно, вытянул карту из-за сальной колоды, и она оказалась козырной. Мозг работал на пределах возможностей. Словно киношные титры промикнули слова Полины о том, что после переезда характер Семёна испортился. Пазлы сложились. Козырь полетел в прыщавую физиономию. Я говорил вальяжно, растягивая слоги. Есть у меня подозрение. Ты не просто так перевёлся в новую школу. Да, тебя там, походу, чморили в старой школе. Ха-ха-ха-ха. Тебя там, походу, чморили, лох. Ну всё, сейчас ты попался. Ха-ха. Сбежал, да? Как крыса сбежал. Ха-ха-ха. Потому что сверстники бывают жестокими. С теми, кто не такой, как они. Да, да, да. С теми, кто толще их, например. Слабее. Ха-ха. И ты решил издеваться над другими. Как издевались над тобой. Всё, лох. Я увидел, как дёрнулся кадык Семёна. Ну, кстати, если что, я осуждаю травму. Я этот, травлю. Я против такой травли. Так нельзя делать. Я увидел, как дёрнулся кадык Семёна. Словно перезарядили помповую винтовку. Ты отыгрываешься за старые обиды. Да. Хочешь казаться тем, кем не являешься. Да. Но знаешь, ничего не меняется по щелчку пальца. Да. Знаешь, кем ты был? Да. Лез за тыл дыхания, слушая и наслаждаясь. Знаешь, кто ты есть? Да. Пацаны. Щука. Бяша шагнул к бою приятелю, но Ромка осадил его, хлестнув властным взглядом. Тот ретировался, сунув руки в карманы. Продолжай, Тоха. Давай, Тох. Слова Ромки рикошетили от шершавых стволов. Знаешь, кем ты будешь всегда? Семён без помощи озирался. Второе имя. Настоящее имя, которое дали тебе одноклассники. Откуда ты? Теперь Ромка и Бяша смотрели на Семёна, как на добычу. Сука, тоже шакала, да, блядь? Даже показалось, что облизывали свои сухие губы. И ветер тоже облизывался, гоняя вдоль дороги мои разбросанные тетради. Свинья! Блядь! Мой громогласный крик эхом полетел по лесу. Деревья моя врагом он понравился. Эхо повторило, удвоило и утроило возглас. Рома оскалился в лесном зубами. Руки Семёна упали по швам, глаза намокли, а я воспользовался преимуществом. А я её ещё и ударил, никуда себе гулять. И ударил со всего маха. Бля, ну я такой же урод, типа. Ебать, я его морально унизил и ещё и отпиздил. А я тебя предупреждал себя, она тебе говорила, мне надо пиздеть. Реально, не надо выебаться. Гораздо сильнее, чем в первый раз в школе. До хруста впечатал кулак в его испуганную физиономию. Прыщевая щека заплясала под костяшками, как поверхность киселя. Ох, ну Семён плюхнулся на заведеневшую дорогу. Ну вообще так нельзя делать, бля, я говорю. Ну в контексте игры по-другому я не мог поступить, на самом-то деле. Но, типа, ну, ну как бы и в контексте жизни, на самом деле, тоже. По-хорошему, то если тебя пытаются, типа, чморить, то надо как-то искать выход из ситуации, если не получается словами всё решить. Вот, но я вообще осуждаю травлю и всё прочую хуйню. Потому что это пиздец, типа, это очень не круто, это оставляет очень большие психологические травмы на людях. Но заслужил, да, это правда. Он держался за ушибленное место, не понимая, что происходит, как так вышло. И глядя на него, я понял, что улыбаюсь. Товсан, так как я сочухался, вскочил на ноги, и, скорчив тярусную гримасу, бросился на меня с кулаками. Ну я, разгорячённой игрой в снежки, ловко увернулся. О, он упал в говно. Он полетел на снег, неудачно притемлился прямо на кучу свежих собачьих какашек и обиженно взвизгнул. Говля в баню! Хай, красава, Тоха! Спасибо, Рая. Думал, ты сосунок, а вон как жердяю делал. Да-да-е. Симон захныкал, осознав всю гибельность своего положения. Сука! Чё я бабушке теперь скажу? Скажет, что пожрал говна. Ха-ха-ха! Она меня убьёт, когда увидит! Чего ты там скулишь? Тебя с парашей не слышно! Вот такие самые бесячие, вот такие хуесосы, подсосы, блядь. Вот такие самые бесячие, нахуй. Надо было его в говно ронять. Чётные потуги Симона снегом очистить дублёнку вызвали у Бяши приступ к веселью. Я тоже улыбнулся. Криво. Зло. Ха-ха! Мастёвый на! А ну вставай и скачи, как зайчик. Только желательно подальше, а то от тебя уже дерьмом несёт. Фу! 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 Идите вы все нахер! Фу! Фу! Его красные, его красные зарёбанные глаза остановились на мне. Фу! 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 Не успел я стереть улыбку с губ, как Симон и летел коршуном, вцепился мне в лицо с крышными пальцами с обгрызенными ногтями. Фу! 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 Я пнул куата в слой жира под дублёнкой. И мир лишился чёткости. Распылись контуры чёрных деревьев, затуманились лица одноклассников. «А чё на это скажешь, сука?» Он победно поднял руку с моими очками. Он, кстати, теперь хуёвый, я теперь ничего не вижу, он мне пизды сейчас даст. Но триумф длился недолго. А, меня защитили, охуеть. Два распространства в силуэтах выскочили вперёд. Бывшие Сёмины дружки. Ебать его, ебать его, хуячит. Я услышал знакомый до боли звук. На Семёна посыпались смачные оплевухи. Не по-пацански поступаешь, гнида. Но это уже пиздец, типа. А ну гони линзы назад! Дерись по понятиям, на! Судя по ухам охректения Семёна, но уговоры друзьям не подавались. Вы чё творите? Ой, бля! Ой, бля! На лоха позорно вы меня променяли! Ой, ой, ой! Да пошли вы в жопу! Тоже мне, друзья! Крупная фигура бороточится в Снегуфу и как смогла бороться из-под града тумаков и бросилась на утёк, бурстер расставив потёмках. Завтра в школе тебя выцепим, хрюндель! Ну это вообще не круто, пиздец. Это вообще, вообще такая грязная хуйня. Точно, точно! За базар ответишь, на! Горло тебе перережу, слышишь? Ну, Ромка и Даши начали швырять глыбы льда в след убегающему Семёну. А потом вместе страшно закричали и запричитали глумливо. Свинья! Это меня зовут? Захрустил снег. Забыхавшиеся ребята приблизились ко мне, я наконец смог разглядеть их прибавившие в резкости лица. Мои очки... Блять. Блять. Ромка выргался. Гондон этот стащил. Зато мы ему всыпали одну сына. Завтра вот с таким фуфелом припрётся, ответяю! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пиздец. Бяша захохотал гортанно. Гены в крыльеве обзавидовались бы такому слеху. Ну и дела. Тоха, ты без очков хоть что-то видишь? Немного. Из мглы введунулась рука с красным прямоугольником. Рома предлагал мне сигарету. Угощайся. Не, спасибо, я не буду курить. Я прищурился, селись различить марку табака, хотя совсем не разбирался в сигаретах. Я ни разу не курил, и начинать не хотелось. Интересно, будут ли они со мной общаться, если не принимать все их привычки? Поколебавшись, я покачал головой. Спортсмен, что ли? Ха. А ты в глаза долбишься? Не видел, как он Семёна чётко вмазал? Да-да-я, я реально спортик, видали? Ха-ха. Да базара ноль, Мортал Комбатна. Тоха у нас, Рокки Бальбоа. Да-я. Тогда уж и вон драго. Курим одну на двоих, гони жигу. Ромка губой подспил сигарету, а Бяша Светливый шарил по карманам в поисках зажигалки. Тоха, чё я сказать хотел? Чё? Не держи зла, брат. Ну, ребят, я вам так скажу от себя. Типа, я, как говорится, не буду эту всю хуйню припоминать ходить, но общаться я с вами не буду. Потому что, ну, типа, раз уж вы одного лоха так променяли, то и меня, если чё, кинете. Наху вы нужны. Типа, и плюс ко всему, у меня с вами не по пути вообще. То есть я такой хуйней, как вы, заниматься не собираюсь. Поэтому, ребята, давайте как бы просто разойдёмся на мирном, и всё. Мы тебя на вшивость проверяли. А то очки эти, а ещё и маска. Бяша черпнул здоровенной Тбилиси, а Ромка смачно затянулся. Меня, кстати, Ромка зовут. Он пожал мне руку, сильно до боли сдавив пальцы. Его сорванные сухие мозоли на лотошке говорили, что он носит спортивный костюм не просто так. Это вот Бяша. Лох. Ты не очкой. Со свиньёй мы лично пообщаемся. Он выдохнул в мою сторону круг дыма, отчего я тут же закашлялся. Ага. Пойду пока сумку соберу, а то темнеет. Я нагнулся за выпуторшенным рюкзаком, его содержимым, надеясь, что новые приятели исчезнут, когда я повернусь. Но они так и остались стоять, передавая друг другу сигарету. Два низкоросных уебана, сблуждающие между ними огоньком на фоне сосновых столбов. Они ждали, пока я соберу учебники, и перешёптывались. Говорил в основном Ромка. Пяша лишь шмыгал носом и одобрительно мычал. И тут, среди припороженных снежком тетради, я вновь увидел ту старую, потрёпанную временем, заячью морду из папье-маше. Пустые дыры глаз, которых может быть что угодно. Любые глаза, но маска. Будто хотела иметь мои. Откуда она взялась, что забыла в моём портфеле? Я подобрал её так осторожно, сфону опасался, что она цапнет меня за палец. Просто новогодняя маска за индивевшим плевком на внутренней стороне. Только что-то в ней было не так. Что-то копошилось внутри, под коркой старых газет. Я слышал шуршание тысячи маленьких тел и дрожь, исходящая от меха. Что-то пыталось прогрызться наружу. Блять, ёбаный свет. Опарыши! Готов, Тоха? Нихой нет. Коус Ромки выдернул меня из космонавного видения, и я с ужасом отбросил маску прочь за пределы видимости. Отвращение клокотало внутри. Но я собрался и не подал виду. Настоящая дочерва или очередной сдвиг по фазе, без разницы. Слишком много всего для одного дня. Хотя, так можно скорее учтиться дома. Ладно, пацаны, мне пора уже. До свидания. Я протянул руку навстречу с твоим фигурам, чтобы попрощаться. Темные продуговатые пятна подрагивали впереди. Застыли, внимательно меня изучая. С кедрами закорешиться решил. Блять. Мы здесь вообще-то. Да я хуй ебу, у меня зрение плохое. Голос Ромки просвещал меня из-за спины, и я чувствую себя неловко обернулся. Деревья хреновые, кенты. Спорить не буду, броу, но у меня зрение плохое. Ты не ссы. Мы тебя до дома доведём, а то ты как слепой котёнок. Ха-ха, так здесь живьём и сгниёшь. Ну вообще это хорошая тема, типа я сам не дойду без очков. Акурок разбился о пень, снопом искор и зашипелся, грубил моих ног. То есть типа похуй, что мы с ними кинтоваться не будем, но я домой сам не дойду. Ребята как-то натянута засмеялись и взяли меня под локти. Покидая пустырь, я обернулся в надежде увидеть Алису. Хотя бы рыжее пятно. А вдруг? Но увидел лишь грохочущий трактор, который выползал откуда-то из-за поворота. Трактор. О, мужик. Впереди на обочине из тумана возник силуэт. Мы отошли, чтобы пропустить его. Из-за упавшего зрения и сумерек казалось, что навстречу нам не касаясь земли подошвами скользит призрак. Но приблизился я рассмотрел взрослого мужчину. Узнал его по крижистой фигуре. Тот тип, что курил у школы утром. Мужчина одарил нас зеловетом взглядом ледяных глаз и пошел дальше. Быстро сгинув в полутина. Очень поразительный чел, пиздец. Я испугался, что незнакомец услышит дразнилку. Но он был уже далеко. Мы продолжили путь. Молчаливые процессии брели мы вдоль замерзшей просеки. Тишина и частичная слепота вместе действовали угнетающим. Я заговорил. Бурятенок криво ухмельнулся. Потому что я волк ловить из курина. Брешешь. Пургу гнать, это он умеет. А звать его так, потому что блеет как овца. Все после того, как из черного гаража живым выбрался. Беш моментально изменился в лице. Я заметил это даже сквозь пелену. Отшатнулся. Замычал что-то нечленораздельное. Видишь, с ним так всегда, как об этой херне заговоришь. Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? Какая-то страшилка, блядь. На черной-черной улице, в черной-черной подворотне, стоит черный-причерный гараж. И он знает о тебе все. Кого? Где ты живешь? Что любишь? С кем дружишь? Наверняка слышал о пропавших детях. Это тут не первый год происходит. Все местные знают, кто здесь замешан. Кто? Даже взрослые. Вообще, везет тебе, ты вон в лесу, считай, живешь. Он к тебе так просто не сунется. Кто-кто-кто? Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. А еще. Что? Идешь такой себе ночью. И тут раз! Он стоит. Блядь! Где совсем недавно пусто было. Блядь! Дверь открыта. Блядь! Блядь! И тут... Блядь! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Бяша натянул капюшон на голову и завыл на высокой трепетчущей ноте, стараясь заглушить Ромкину речь. Ладно, ладно, проехали. Блядь. Я переваривал рассказ Ромки и не понимаю, как относиться к услышанному. За недолгое время, проведенное в этом заснеженном глухом поселке, я уяснил одно. Многие здесь столкнулись с тем, чего так и не смогли понять. Я взглянул на мелко трясущегося Бяшу. Тока, а вот скажи, нахренам вы-то сюда переехали? Ну я лично за Алисой, чтобы ее жестко трахнуть. А что, блядь? Я тяжело вздохнул, глядя под ноги. Далеко внизу ботинки бодали носками туман. Это были вызубренные наизусть слова. У отца тут новая работа. И мама в поселке раньше жила. Давно еще при Союзе. Здесь же нечего делать, только гнить. Ну так отлично. Мне это подходит. Знаешь, я сам по себе тоже мастер гниения, я бы сказал. Ты что-нибудь слышал про опарышей? Да? Это я придумал. Это была моя идея. Интегрировать червей в современный мир. Никто так еще не делал до меня. Но я смог. Я справился. Блядь, ну короче, пиздет. Ну или как Бяша, по лесам шастать. Бяша осторожно высунулся из-под капюшона, словно улитка из домика, и прислушался. Он у нас турист. Летом целую неделю в палатке жил. Здесь, рядом. Где? Прикинь? Да? В натуре. Хотя, от мамки его звезда, ну ты, я бы сам в лес сбежал. Не понял. Мне нравится его мама. Не пизди. Мне нравится его мама. Давай не пизди. Его мама – это моя мечта. Как говорится, его мамка – моя самка. Ха-ха-ха. Мы шли дальше, но казалось, что это лес плывет мимо. Сосны, черные клавиши, снежные прорихи, белые. И чаще играет свою древнюю скрипучую мелодию. Музыку корней, берлог и забытых таежных скитов. Снежинки создавали будоражащую иллюзию. Казалось, кто-то бродит по лесу. Кто-то высокий, неуловимый, готовый в любой момент прикинуться деревом или слиться с укропами. А потом, когда внимание к нему ослабнет, вновь продолжит свой путь вдоль дороги. Но это была лишь игра света и тени. Там никого не было. По крайней мере, мне хотелось так думать. О! Ромка вдруг резко притормозил и сказал. Слышите? Нет. В лесу кто-то бродит, походу. Натуре? Что, может сейв? Сколько это до конца главы, кто знает? Немного? А, это конец почти главы. Давайте, окей. Кожа под одеждой засвербела. Заныла в желудке. Мы посмотрели, куда показывала Ромка. Высоченный, причем с нашей скоростью идет? Ой, блядь, сейчас будет какая-то хуйня. Никаких гигантских фигур за мачтами сосен. Только тени, крадущиеся в полумраке. Медленные тени. Быстрые тени. Голодные. Блядь, что за хуйня? Снег бесшумно осыпался с ветки, заставив с дробностью прикусить губу. Будто что-то огромное поднялось с дерева и улетело. Возможно, в нашу сторону. Ромка поднял с земли шишку и швырнул в чащу. Эй! Окрик срикошетил, словно ударил о тугой барабан. Эхо передразнило Ромку. А затем вновь воцарилась тишина. Кто-нибудь видел? Не. Я помотал головой. Что я видел, так это вертикальные мазки деревьев. Темноту, снег и своих спутников в дымке. Вспоминались шершавые столбы, губчатый лишайник и ледяное крошво на дне рвов. Пойдемте скорее, а то вечереет. Блядь, я бы лучше скринер будет. Меня вновь взяли под ногти и повели вперед. Понесли к лесу, к торчащим шпилям сучьев. Солнце окончательно кануло за зеленые пики. Мрак зашевелился, расправил плечи и пополз как дым. В дабак повалил снег. Густые липкие хлопья, белые мухи, летящие на запах, падали. Мое зрение стало крохотным островком, омываемым темными водами. Утренняя тревога вновь начинала выдевать мной. Мерещал, что далеко-далеко, на самой кромке сознания, я слышу вкрачевое пение. Вкрачевое пение флейты. Хрупкое, словно мартовский ледок, под которым дремлет бездонное озеро. Я ковырнув пальцем в ухи, прогоняя слуховую галлюцинацию. Лес был тих. Сейчас будет скример, сука, по-любому нахуй. Я представил ребенка, идущего в ночи под надзором дублистых сосен. Кстати, я только что увидел комментарий в чате от Челла, который написал, у купленного 100% лучше было. Ну так, чисто, на интеллект. А вы знали Вову Матюхина? Интеллект человека только что проснулся. Добрым утром. Мальчика, который пропал недавно. А разве мы не его ищем, сладкий? Привет, малыш! Привет! А я тебя и искал. Здравствуй. Подожди, а где пиздюки? Бля. Привет! Я вздрогнув остановился, уставшись на провожатого. На лису в ее неизменной маске лисы. Девочка нежно придерживала меня за локоть. Что ты здесь? А ведь я тебя потерял. Потерял? Потому что зазевался. Я щелеса недоверчива. И давно ты за нами идешь. Что значит давно? Я всегда была рядом. Да и за кем? За вами. А дурачная повертелся. Но не нашел ни Рому, ни Бяшу. Бля. А что я так с купленовым? Да с ним все нормально. Просто. Что вообще? Ну, въебали у человека, который сидит. И пишет. У купленова точно лучше. Блядь, вы сравнили. Чел, висплейщик играет в игру 8 лет. И я, блядь. Музыкант-пиздюк, типа. О чем вообще речь? Что значит лучше? Какая нахуй разница, типа? Я сижу кайфуем, блядь. Какое нахуй лучше, хуже? Что за бред, блядь? И вдруг почувствую прохладные пальцы на своем запястье. Пойдем же! Я вообще иду трахаться с Алисей. Купленов не шел с ней трахаться. Купленов сидел, играл. А я сейчас буду трахаться. Ха-ха-ха. Мы собирались искать Вову. Моя цель не пройти игру на 100%. Моя цель пройти так, чтобы было интересно. А я считаю, что я прохожу охуенно. Любую игру. Реально. Не дав опомниться, она повела меня через лес. Запах мандаринов, кофе и петард обволакивал. Я ощущал себя маленьким мальчиком, которого ведут неизвестность. Впереди темнели стволы из деревьев. Грозно щетинились ледяные кусты дикобраза. На пути возникло что-то прямоугольное, вроде большой коробки. Я окаменел. Коснулся краешка глаза, оттягивая век, как бы настраивая зрение. Металлический гараж вырастал прямо из валежника. Вы точно верны, что сейчас нужно в это играть? Вы точно верны, что сейчас будет конец главы? Да? Как скажете. Тяжелый, громоздкий. Такое невозможно без труда перевести с места на место. Стены окрашены черным, чернее окружающей тьмы. Блять, сука. Лиса принюхалась и показалась, что ее маска сморщилась от омерзения. Это здесь. Ой-ой. Стревожный голос спутницы напугал меня даже больше, чем эта жутковатая железная коробка. Здесь? Я слышу его запах. Ой-ой. Может, Вова играет с нами в прятки? И он решил спрятаться... Охуевшие прятки ночью. Внутри? Мне казалось, что от постройки отделяются дымчатые щупальцы. Что-то рыщит в плелой листве. Они стелились по снежному одеялу, подбираясь к нашим ногам. И какой-то жуткий металлический скрежет налосился из-за огромных черных ворот. Кто-то или что-то явно ждал у нас внутри. Я боюсь, блядь. Наверное, со стороны мое дергание напоминало пластику марионетки, танцующей на нитях кукловода. Не надо. Блядь. Я приблизился... Я приблизился к гаражу, затаив дыхание. Блядь. Ёбаные звуки. Я постучал костяшками по листовому железу. Тут же опасливо отскочил. Послышу, как зазвенели проржавевшие мясные крюки на толстых металлических цепях. И что-то громоздкое от ринов сон поползло отворить черные ворота. Ничего не происходило. Ой, там какой-то хуесос сзади. Сердце бухало в грудь. Ничего. Пизда. Смотри, какая сяблотовка, мешающая тенями ночи. Мне устало прочитать, блядь. Разломанный ствол лиственницы, уверенный, что лиса бежит рядом. Минуту спустя я обнаружил, что девочка пропала. Лесбор мотал свои древние молитвы. Скрипел, тикал, шуршал. Я замер. Не знаю, сколько прошло времени, причем я понял, что стою почти в полной темноте, в кольце взмывающих ввысь стволов. И все вокруг шевелилось и дрожало. Уши закладывали от шороха и шелеста. Кроны таяли в космической черноте. Кусты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лапа выпростается из мрака и схватит свое одеревеневшее лицо. Где-то вдалеке послышался крик. Антон! О, батя пришел. Меня искали, как того пропавшего мальчика. Лаза защипала выступившими слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! Я их зазвучал громче. На мгновение я даже поверил, что меня спасут. Я здесь! Ой. Одно из деревьев двинулось вперед. Это был не робко и не беша. Кто-то взрослый, высокий, с длинными руками. А после него крали стень, дополнявших собак. Ведь существа были намного крупнее, жульки. Лаза больше не таился, не прятался за ложного образа. Я замер, будто оленный, шпилел на тучу. Блядь, не учи приближающийся автомобиль, а она чудища уставилась на меня. Сука, страшно. В сумерках без очков я видел слишком мало, но и увиденного хватало слегка, чтобы сломать от ужаса. Резкий запах звериной мочи и мокрой шерсть окутал поляну. Эта жуткая процессия в голове с гигантом направилась ко мне. От страха подкосились ноги, и я упал на колени в снег, словно вывалясь на фигуре деревьям в темноте. Пиздец. Я не смел поднять глаза, когда он подошел, накрыв меня с мрадом, но я почувствовал, что ноги его поросли серой шерстью. Я зажмурился так сильно, что он выпал на стороне вверх и заплясали красные круги. Лишь бы не видеть всего этого. Зато я чудесно слышу. Его дыхание наждачной бумагой царапало уши. Хриплое, глубокое, кричащее. Я буду успевать бабушу Кензагу. Мертвый к мертвому, живой к живому, мертвый к... Папич меня дошел. Блядь! Ответом были защищания гигант. Старом защищают кокси и кокси, я был бессилен. И тут неподалеку послышался знакомый раскрыт голосок. Ну же, скорей! Попробуй его на вкус! Предатель, сука. А у нас так все хорошо было. Нет, не надо! Не надо! Реально, не надо. Что-то горячее прибежало по горло, поперёбка, носистая и липкая. Язык. Я же говорила, хозяин! Тварь, я твой хозяин! Это наш зайчик. Позаботься о нём. В узкой больнице в любой ниток век, за дрожащими пальцами, я видел грозную фигуру, навешанную до мной. Вкушал запах псарды, компостных ям и мха. Передо мной величественные жутки возглашался рогатый зверь. В позе сквозила бутеражащая царственность. Рога подпирали тучи, вытраченные бельма впивались к лучшему дне, которые выкнута ту же сервизу. Не надо! Руки были полны здоровья. Здоровья! О, конфеты! Конфеты упадали на снег, переливаясь постными фантиками. Сверхвизь упаковки шкладых батончиков, чупа-чуп стукнулся в субербе пластиковая палочка. ТЕБЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ едино. По ногам посыпались конфеты. Стукнулся олёты, грущечные автоматы. Парализованный страх на вспомнику. Упавшего Вова был точно такой же. Это мне? Спасибо! Это пулемет этого Вова, реально. Рядом упал их пупо. Посыпались градом металлическая юла, плюшевый медведь с облезлым носом, рыжих карлусами из пропеллера, оловенный солдатик-знаменосец, пожарная машина и кукурузник. Игрушки не были перепачканы в крови. На воображение дорисовывало багровые потеки и кляксы. Но эти сокровища, принадлежащие безвестным детям, уложила срогатая тень чудовища. Спасибо! Посматрив руки, вы взяли откуда-то сваты, присоединившую меня образину зайца. Пиздец. Игру бы нацепили меня на лицо. Зайчик! Тени зверей вокруг медленно и грациозно встали на задние лапы. Тут же свет ударил мне в лицо, расколов пополам фигуру монстра. Я заслонился пятерней. Или пятерней. О, батя пришел! Фу, блядь. А куда делся монстр? Пиздец, блядь. Я зайчик, стал. Луч фонаря скользнул вниз. Антон! Вот ты где! Ты совсем сдурел! Это вообще как понимать! Анимефа глядел на папу. Туда, где секунд назад громоздилось чудовище. Мрак укутал поляну на игрушки-конфеты темнели на снегу. А, они валялись там реально? То есть игрушки-конфеты валялись рядом со мной? А если набраться силы подойти к кустам, то наверняка там будут отпечатки лап. Язык проглотил? Одноклассники твои к нам пришли. Сказали, ты сбежал от них в лес самую чащу и... Что это за дрянь ты напялил? Ебать, что за хуйня. Я стянул маску с запревшего лица и бросил его к остальным игрушкам. Деволюк закрустели ветки. Снедаемый ужасом опрянул к отцу, а он встрепенулся, изучая чищеву. И сказал совсем другим напряженным тоном. Так, пойдем отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Пойдем, папа. Я потянулся к отцу, все еще леденее от ужаса. Схватился за его крепкую ладонь, почувствовав подушечками быстрый пульс. Поднялся и пошатываясь, попрел с папой по его едва различимым следам. Назад, к человеческому жилью. К свету, к дороге, где отец привыкал машину. Чтобы дома ни слова, ясно? Ни единого намека, где я тебя нашел. Короче, я так полз, что папа не увидел ни конфеты, ни игрушки, потому что он хотя бы спросил бы, в чем прикол. Видимо, мне все это мерещится. Я ебанулся, нахуй. Он держал меня за руку, словом что-то очень ценное. И все рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Но это был не тот липкий, как язык животного, страх. Его страх был благородным и чистым бриллиантом. А я кивал и послушно перебирал ногами. И вдруг где-то из-за спины я вновь слышал знакомый голос. Алиса. Ты предательница, блядь. Нас с тобой никогда больше не будет. Мы больше не будем вместе. Пока ты со мной, никто тебя здесь не тронет. А хотя, подожди, может меня как раз таки не убили, потому что она была рядом? Хуй знает. Пошла нахуй. Машина двинулась по направлению к дому. Когда закончится глава уже? Опа. Гараж. Что это? Припавка стеклой различил среди елей приземистую постройку. Хибару чернее самой черной ночи. Гараж, хранившийся в Чищобе. Металлический склеп. Он словно шел за нами по пятам. Через миг постройка скрылась за поворотом. Я сглотнул горечь. Это просто масло. Не знаю, мне кажется, что Алиса меня спасла. Это, наверное, потому что, ну, то, что я ее люблю, реально. То, что просто у меня к ней чувство. Поэтому я себя убеждаю в хорошем. А белые снежинки все парили в темноте. Это наш дом. Так. А вот и мы. А вот и мы. Привет. Не забыли. Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. Вот она, моя Алиса. На ее лице застыла грозная эмоция на стыке гнева и презрения. Внезапно ее взор упал на меня и опасно долго задержался. Так, я не поняла. Мама, Антон, а где очки? Потерял? Их папа сломал. Да в школе поди забыл, простофиля. Повисла ядовитая пауза. Весь в тебя. Токсик. Отец сердито смерил маму взглядом, а затем заговорчески подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Ну ничего, есть же запасные. Проживем как-нибудь. Родители еще некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча побрел по своим делам подальше друг от друга. Хороший у меня батя. Я еще не успел раздеться, как ко мне бросилась Оля. А я лису увидела! О нет. Меня словно дробью пальнули. А не меф, я лишь зашевелил губами. И со звоном разбилась дребезки чашка. Эта мама выпустила ее из рук. Ее лицо было бледным, и она растерянно усталась на осколки. Эта короткая, вдоль секунды паузы длилась вечность. Потом мама с досадой сказала. То сама, то лиса. А-а-а. Когда же тебе надоест? Правда, правда! Блядь, это хуй я уж она видела в лису, на самом деле. Такая пушистая! Потому что я не хочу, чтобы она со мной конкурировала за лису, лиса моя. Она у забора стояла на задних лапах. Блядь. Совсем как человек. Блядь. Она меня позвала, а тут мама вышла, и лиса улежала. Блядь, наебалово! Все, короче, все, лиса наебывает. Если лиса еще и Олю зовет, значит лиса наебывает, очевидно. Если у меня до этого еще были сомнения, теперь у меня нет сомнений. Все, лиса ебаная наебалово. Я с ней больше не общаюсь. Пошла нахуй. Я ей один раз поверил, больше верить не буду. Не было там никакой лисы. Не выдумывай. Не подходи к ней. Если бы понадобилось, я был готов трястись сестру, как тряпичную куклу. Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Мама вышла в коридор и удивленно посмотрела на меня. Я стушевался. Ну, лиса ведь укусить может. Мне вспомнили детские сказки, в которых лисы воровали от детей. Представил свою лису, вольную, хищную, бегущую быстро-быстро по ночному лесу, с дерзающимся мешком в обнимку. Это ж была не настоящая лиса. Расскажи ему, Оль. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. Только она была в заправду. Видишь? Так а лиса же не носит платье. Хуй знает. Может, блядь, может, у нас просто разные глюцинации, типа, с ней? Я хуй знаю. Но а лиса же в куртке, она же ходит в этой... В хуйне на... На пуговицах, блядь. Не знаю, как это называется. Пиджак, типа, пальто, пальто. Не знаю пока, хуй знает. Но я алисе не доверяю, типа, ну, блядь, потому что это как эта хуйня. Мама устала, улыбнулась, словно на это все объясняла. Хотя, опять же, алиса, типа, носит... У нее платье под шубой. А-а-а. Окей, хорошо. Окей, окей, хорошо. Просто, блядь, я говорю, вот она... Ну, по сути, реально, меня же не убили, типа. Меня этот олень не убил, ебаный. Хотя мог. Но, блядь, верить в то, что это... А это потому, что я так сказала, типа, это я ему сказал, тебя не убивать, это хуйня полно. То есть... Ну, короче, я не верю. Я тоже выдвинула себя улыбку. Жалко, как тонкий кусочек мыла, перед тем, как она окончательно растает в руках. На оставшиеся дни сестрой я шепнул. Еще раз увидишь ее, беги. Все? Мне кажется, все, это хорошее завершение. Если что, продолжим потом. Я считаю, что это хорошее завершение. Вполне закономерное. Почему говном воняет, блядь? Ну, я посрал, что ли. А, ты срал, что ли? Да. Понятно. Воняет очень сильно, Андрей. Побрызгай, пожалуйста. Воняет пиздец, просто ужас. Нет, закрой дверь. Андрей, блядь, иди нахуй, закрой дверь, блядь. Или побрызгай. Воняет пиздец. Просто ужасно, блядь. Я потом, что завертельный, на кровать насрал. Блядь. Андрей, прошу тебя, сделай что-нибудь. О, боже. Чем тебя кормят? Иди нахуй, это гнает запах воней. Андрей, попрызгай, блядь. А ты закончил стрим, что ли? Нет, я грею похуже. Сука, попрызгай, блядь, воняет. Фу, блядь, Андрей, ну пиздец, ну реально очень сильно. Андрей, оставляю тебя с этим нахуй. Да, Андрей, пожалуй, блядь, какой-то... А где прыскал? Ну хоть какой-нибудь возьми в туалете, я тебя умоляю, пожалуйста. Слушай, говно, блядь, это пахнет сильно. Может, заверите нам, обосрался все-таки? Блядь, прям жестко, классно. Воняет прям говнищем. Нет, я так не мог посрать. Сейчас я гляну кровать. Нет, кровать будет чисто. Здесь он тоже вроде не срал. Да нет, это Андрей, я насрал по-любому, блядь, не может. Слушай, не, в моей комнате другой запах говна. Что за хуйня? Что так резко пахнуло? Блядь, что это говно пасет, сука? Соседка в ванной не сралов, блядь. Нет, а то хуйня в комнате, в коридоре нет такого. Только что пахнуло, и причем я не пердил. Ну в это я мало верю, если честно. Я тебе говорю, я бы почувствовал. А сейчас нет запаха. Он ушел. Может, все-таки столчка, блядь? Да нет, не могу. Андрей, это может быть. Я сейчас даже проверю, но сраллю тут заертина. Это невозможно. Он здесь не срал вроде. Ну что, в коре? Я не вижу говна. Срал, дружище. Сейчас, может, он будет выкрывать на салон? Да нет, вроде. Блядь, Андрюх, это по-любому из толчка, блядь. Сойди, по-люхуй. Все уже не пахнет, блядь. Вот у меня, а вот у меня. Поху, после стрима буду разбираться, кто насрал, блядь. Пизду, нахуй. Все, короче, блядь. Да проходим на следующем стриме. Там осталось 5-10 минут. Да идите нахуй, это пиздеж. Вы уверены, что 5 минут? Не пиздеж? Ну, смотрите, если не 5 минут, то я дропаю игру. Если вы меня наебываете, то я дропаю игру, нахуй. Так, 5 или нет? Ладно, это вранье. Ну и все, блядь, а ниху пиздеть. Пиздоболы, блядь. Кто из вас насрал, суки? Да поху, короче, мы, блядь, тут очень хорошее завершение главы диалогом. Просто потом продолжим и все, типа. Какая разница, блядь? Сейчас я пройду там эти 5 минут или потом. Поху вообще.